Какие будут вопросы по прошлому материалу? Может, что-то было непонятно, может, что-то призабыли немножко. Это можем восстановить. Вопрос состоит в чем. Я только однажды моему отцу тоже на базаре кто-то тоже так сказал. Он где-то там завязался разговор о том, что Иисус притворил воду в вино и пил. Говорит, вот тебе, пожалуйста, ведро воды притворай и пей. Это было совсем другое вино. Поэтому там немножко другая атмосфера была. Во-первых, во-вторых, если даже Иисус и пил, хотя я не думаю, что Он пил. Он так говорит о Нем, что ест и пьет. И правда, на вечере Он это вино употреблял, этот виноградный сок. Вы помните? Разделил, сделал. Но это же было время Ветхого Завета. Вы же не забывайте, что мы живем в другое время. И там не действовал так душево, как теперь действует. Это были невозрожденные сердца людей. Во время Моищеева закона, даже было сказано вплоть до того, был дан совет народу израильскому, что можно проносить жертвы или свои десятины, или свои жертвопроношения, и есть только на положенном месте, где Господь определил. И Он говорил тогда так, в то время, во время Ветхого Завета, что идешь, и ты захочешь куда-то идти, далеко от твоего места, где ты живешь, будешь, то бери в свою руку то, что ты хочешь, и иди туда. Бери вино, бери шекеру, а шекера – это водка. И пей там. И было так сказано, особенно мудрый Кришиаст говорил, что говорили, дайте вино огорченным душой, помните? Ищите, чтобы он забылся. Это было то время, когда были плотские люди, и постановления им были даны по плоти. Во время Нового Завета есть возрожденные сердцы, и есть дух, и сегодня не надо пользоваться теми наркотиками, которые тогда употреблялись. И вы для себя раз навсегда запомните, что время Четырой Евангелии – это время Ветхого Завета. Это еще не Новый Завет, он назван Новым Заветом, потому что Иисус заключил Новый Завет с нами. Но это было время Ветхого Завета, время Закона. И там это было нормальное явление, потому что это были невозрожденные люди. И когда вы будете исследовать Писание, вы найдете, зачем это вино употреблялось. И к чему оно вело? То уже во время Нового Завета апостол Павел прямо говорит, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что делайте? Но исполняйтесь Духом. Речь не идет о том, что пейте, но не напивайтесь, но вторая половина исполняйтесь Духом совершенно исключает первую, как ненужную никому. Вы поняли меня? Не упивайтесь, но что делайте? Исполняйтесь. Нельзя немножко напиться и немножко исполниться Духом. Это несовместимые вещи. Это то же самое осквернение. И все дело не в вине, а в том, что оно для многих людей стало наркотиком. Вот в чем дело. Это не пища и не питье. Это наркотик, через который люди забывали и даже уходили, открывали двери в духовный мир через наркотик. Потому что это плоткое все было. И если апостол Павел писал Тимофею, вот только слушайте внимательно, «Предь, пей не только одну воду, но употребляй немного вина». Это говорит о том, что люди не пили вина христиане. Если бы они пили, не надо было говорить «Предь, пей не только одну воду». Вы меня поняли? Так что это место говорит не за вино, а против вина. И если сегодня вы, допустим, какие-то капли пьете на спирту, вам никто ничего не скажет. Это же не стаканы. Это же не графинами пить. Если вы, там, допустим, чайную ложечку, и то, допустим, лично я не хочу, избегаю таких. У меня не лежит внутрь, даже к лекарству. Но не лежит, не располагается внутренность к этому. Тем более, я опять повторяю, чтобы вы навсегда запомнили, если вы где-то встречаете, что во времена, когда Христос был на земле, где-то кто-то пил вино. Запомните, это было время еще Ветхого Завета. И Иисус был последним праведником Ветхого Завета, когда действовал закон Моисеев. А там было совершенно другое время, другие законы. И только после смерти Христа и воскресения это уже Новый Завет начал действовать. Вот, четыре Евангелия – это время Ветхого Завета. А уже деяния апостолов – это уже Новый Завет. Вот нас вводит в заблуждение, что мы читаем Новый Завет от Матфея, Евангелие от Марка, а ведь это было время Ветхого Завета. Поэтому вы там много что найдете из Ветхого Завета. И постановления, и обряды. По-другому и быть не могло. Иисус не мог жить по-другому. Он пришел бы исполнить закон. И закон Моисеев за нас исполнить. И если бы он хотя бы в одном месте нарушил закон Моисеев, он был бы грешником, он не воскрес бы. И поэтому сегодня мы не можем базироваться даже на Евангелиях. Только поймите меня правильно. В том смысле, что это было время Ветхого Завета. Именно то Христос исполнил закон до самой последней точки. Никто до Него не мог исполнить Его. Это время, говорит, никто не мог понести. Ни мы, говорит, ни отцы наши, никто. И вот почему Иисус должен был прийти на землю и исполнить закон за нас, а нам дать учение, которое стоит гораздо выше, чем было учение Моисеева. Мы об этом говорили уже не один раз. И вот стоит только упустить. В некоторых вопросах, что время, когда Иисус ходил по земле, это время Ветхого Завета, и уже не разбериха будет. А почему там было так, а сегодня нельзя? А почему? А потому что было время Ветхого Завета. Это было время с законом Моисеева. Закон был духовен. А Павел говорит, а я плотян, продан греху. И закон внутреннего переворота не делал. Он просто под страхом наказания держал людей по слушании. А благодать сегодня делает внутренний переворот в нашем сердце. Нам не хочется. А если даже мы где-то что-то сделали, нас совет настолько судить сильно, мы не можем, мы бежим куда-то, кому-то говорим, что-то делаем, потому что это несовместимо с нашими взглядами. Вы поняли меня, о чем я говорю? Потому что работа произведена изнутри. И если зафиксировал хотя бы только наша совесть, никто не знает, кроме нашей совести. Все, нам покоя не будет. Возрожденная совесть не даст нам покоя. Она будет терзать нас, она будет мучить нас. Но как мучить? Напоминанием о том, что ты делал не то, что надо. Я не имею в виду, так как демоны мучат. Это одно и то же выражение, мучить, но внутренний смысл, чем другой. Она будет напоминать нам, что ты не то делаешь, пока тебе выхода другого нет. Потому что возрожденное сердце, оно не может смириться с этим. И нам часто кажется, что наше сердце негодное. И в этом большой успех дьявола. Но если мы с ним не смираемся, если мы не хотим этого, если мы не знаем, куда нам двинуться, чтобы освободиться, то уже не совсем негодное. Вы поняли меня? Человек, который негодный в сердце, он будет делать грех, и он его не судит. Совесть не судит. Ему безразлично. А дьявол часто вот именно спекулирует на этом. Вот ты какой. Хотя человек не знает, куда ему бежать, что ему делать, и к кому ему податься. А он говорит, все. Ну, я думаю, повторяться не надо, что я имею в виду. У каждого из нас есть какие-то свои минусы, как мы говорим, и есть плюсы, и есть некая борьба внутри. И если человек воюет со злом, с одной стороны, он не свободный, а с другой стороны, у него есть здоровые деды и здоровые мысли, он не согласен с этим. Если бы был согласен, ему было безразлично, как живешь, что делаешь, куда идешь. И если, делая что-то неугодное перед Господом, вас ожидает совесть, вы хотите избавиться, это не совсем уже плохо даже. Вот когда вы делаете, вам говорят, что нельзя, а вы продолжаете делать, пытаясь, убедить себя и всех, что это хорошо, вот тут беда. Вот тут уже беда. А если идет борьба, есть война, есть искушение своего рода, без искушения не бывает войны, а без войны не будет победы. И если вы вспомните, что вы читали, и что Ян не один раз говорил, то всем, всеми церквам из Откровения Иоанна написано, побеждающий наследует все. Вы заметили? Кто такой побеждающий? Это кто не свободен, и кто воюет и побеждает. Свободному человеку нечего побеждать. Вы улавливаете вот эту мысль. Если вас куда-то не влечет, то вы и сражаться не будете. Вы свободны в этом вопросе. Но если у вас есть влечение ко греху, а вы воюете с ним, то без этой войны не может быть победы. А без победы дьявол никогда никуда не уйдет. Только тогда, когда вы уступите в схватку. И с помощью Господа одержите победу, тогда он уйдет, вы станете свободны. Вот почему Бог периодически допускает что-то в нашей жизни, что обнаруживает наши слабости, как-то, жительские обстоятельства, условия какие-то создаются вне вашей воли. И у вас начинает проявляться ваше что-то внутреннее. Тогда вы начинаете вести войну с ним, или побеждаете, или поражение терпите, но вы уже знаете, что у вас война идет. А без войны, без схватки не может быть и победы. И вот первое, что Господь дает в нашей жизни для нас, это победу. А победы бывают там, где есть пороки, где ведется с ними война, и где она одерживается впоследствии. Поэтому вот этих вещей, не знающих, очень легко упасть в смущение. И может даже, ну, авторитет Библии немножко унизить. Вот написано, а у меня нет. Вот написано, а у меня нет. Знаете, то есть не получается, не действует то, что написано. Оно действует, но мы не всегда действуем так, как написано. Мы не всегда действуем так, как написано. О Библии прямо говорит, я немножко уже отклоняюсь от темы. Кто будет веровать у меня так, как написано в Писании, но в русском переводе немножко чуть-чуть переставлены фразы. Кто будет веровать в меня, как написано в Писании, из того, еще потекут рыки воды живой. Там немножко перестановочка есть. А вообще правильно. Кто будет веровать в меня так, как написано в Писании, у того и шрева потекут реки воды живой. Если будет вера так, как не написано, ничего не потешет. Потому что веруешь, но не так, как написано. Ведь наша вера выражается нашими житейскими поступками. Как мы узнаем, верующие мы или не верующие? Не потому, что мы ходим молитвы, не потому, что о нас люди говорят, а потому, что мы желаем, и вторая фаза, как мы поступаем. Поэтому Павел говорит, братья, смотрите, уверили вы. Он не говорит, вы там миране, язычники, вы поглядите, уверены, он так не говорит. Он говорит, братья, а что им говорить? Какой они верой могут быть? Там никакой веры нет. Хотя они говорят, поломали веру, особенно православную. Потому что там было мать ничего, там ничего не было. Для того, чтобы ломать, надо что-то иметь. Он валяется в грозе, делали лишь бы что. Я православный, а вы веру поломали. Вы не стали пить вместе с ним. И такая вера, которой можно пить, можно ругаться, все можно делать. Ну, с одной стороны, неплохая вера, в кавычках. Но такую веру, чтобы в преисподнюю попасть, не надо веры никакой, абсолютно. Туда попадешь без всякой веры. Не надо искать этой веры. А вот евангельская вера, мы говорим сегодня о евангельской вере. Мы сегодня не называем, допустим, что люди называют верой. Но там православная, католическая. Это просто различные динаминации. И Библия не о них говорит, она говорит о вере Божьей, которая основана на слове Божьем. Не на чьих-то учениях, не на чьих-то традициях, не на каких-то авторитетах, которые были в прошлом. Вера настоящая, вера христианская, она основана на слове Божьем. Вот на этом евангелии, который мы все держим. Это будет вера Божья. Поэтому просто вот некоторые вещи надо знать. Будем читать дальше, да? 22 глава. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, Царство Небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабу своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о чем, цар разгневался, и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. А царь вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в неубрашенную одежду, и говорит ему, Друг, как ты вошел сюда в неубрашенной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. В некоторой мере мы уже эту тему затрагивали, но думаю, что, если даже мы сегодня будем говорить, мы ее не вычерпаем, вот всей той глубины, которая заложена в этой притче. И эту, кстати, еще одна из притч, через которые Господь каким-то образом хотел рассказать, каким же это будет, это Царство Небесное. И рассказывал на земных примерах. То есть, взял аналогию, которую можно было, некоторые действия найти на земле у людей, и нечто похожее найти именно в образах Божьих, или в действиях Божьих в отношении нас. И он сказал так, что Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Не просто родовой человек, который сделал брачный пир, который тоже зовет к себе званый, но это был царь. Это был человек, который, во-первых, умел очень хорошо приготовить пир. У него для этого были все возможности, все под руками и все под руками. И второе, на что здесь надо обратить внимание, это был царь, который впоследствии за неявку на брачный пир мог уже немилостью посмотреть на человека. А то что, знаете, около царей, с одной стороны, был очень хорошо, а с другой стороны, очень опасно. И на сегодняшний день тоже так, с великими людьми быть очень опасно, потому что они великие люди. Угодил цару, все благо. Не угодил цару, завтра без головы оказался. Вы знаете, так вот у родовых людей. Ну, угодил, не угодил, ну, прогнали с работы, ну, ну, что там. А уже когда цару не угодил, вы знаете, они, ну, обладающие властью, довольно жестоко расправлялись с теми, кто им не угодил. И в Библии вы найдете очень много таких примеров. Когда сегодняшние фавориты, сегодня первые лица в государстве, а завтра в тюрьме и без головы. Ну, так фараон делал, так наугодоносер делал. И Библия говорит, а наугодоносере, кого хотел убивал, кого хотел оставлял живых. Вот такое фаворит. И вот этот великий человек брачный пир сделал. И об этом, так сказать, можно много говорить. Вы знаете, что? Что когда какой-то знаменитый человек зовет к себе или на праздник, то для многих людей это почет, правда? Немногих людей знаменитости могут звать к себе в гости. У них есть свой круг, у них есть свое общество. Но говорят, высший свет, там немножко средние слои. Они между собой как-то, в общем-то, понимают друг друга. И вот как раз здесь делал пир царь. И надо было думать, отвечать, можно ответить на его призупречие или не отвечать. Они должны были подумать о том, что может плохо дело кончится. И вот этот человек звал званых на брачный пир. И не хотели прийти. Кто такой званый? Это человек, которого однажды куда-то звали. Вот представьте себе. Самый простой пример. Разбор слова. Где-то было объявлено, что звали причинный разбор, правда? Все, наверное, вы сами больше хотели, чем вас звали. И это надо, наверное, поставить на вид. Но тем не менее звали будет. И вдруг кто-то не пришел. Скажите, он званый или не званый был? Званый. То, что он не пришел, это его вопрос. Но он зван был. Он мог быть, это был званый. И вот эти люди, с которыми царь так рассчитался впоследствии, видно, что они потеряли всякую совесть. Во-первых, он звал званых. То есть они уже когда-то были предупреждены, что вас будут звать на брачный пир. Вот там даже будет другая категория людей, которые были на дороге, на распутчике. И вообще никто не звал. Ни разу не звал. А здесь званые были званы. Вы улавливаете вот этот оттенок. Смотрите. Есть разница. Я вам прочитаю. Итак, пойдите на распуть и всех, на распуть и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. То есть зовите тех, кто никогда не был зван. Кто даже не знал, что брачный пир. И вот это первая часть. Зовите званых. Он в большей мере относится к нам верующим. Когда мы будем рассуждать, мы немножко будем говорить об этой брачной одежде. Пришел человек, который был одет не в брачную одежду. Но уже ясно, что если взять за основание нашего рассуждения тот брачный пир, который будет после восхищения на небе, то там в одетый не в брачную одежду не попадет туда. Речь идет о тех наших общениях, о тех наших служениях, которые в некоторой мере являются как бы пиром для нас. Когда Бог дает нам нечто важное. Когда мы воспринимаем некий истин, который радует нас. И вот человек, который не в брачной одежде, он просто-напросто не выдерживает. Ему неинтересно. Вы поняли вот этот оттенок? Ему неинтересно слушать. Ему неинтересно сидеть. Это для него чужое общество. Он одет не в брачную одежду. Не в одежду праведности. И то, что ему предлагают, оно чужое для него. И такие люди, как правило, если взят за основание вот эти пир, что они тоже своего рода пир или столовая, ну как хотите назовите. И вы знаете, что кому-то может и не понравиться. И он куда идет? Во внешний мир. В чем сущность такого примера? Одеты не в брачную одежду. На востоке был такой обычай. Когда кто-то готовил брачный пир, то для всех своих гостей он готовил и одежду. И вместе с приглашением этому человеку посылалась одежда. И разница только была в том, куда садили людей. В разноминитые, на первых местах сидели. Те, которые немножко дальше были по дружбе, они чуть-чуть дальше, но одеты, все были в одинаковую одежду. Чтобы каким-то образом, ну один не проносился перед другим. Вы поняли меня? Получал приглашение и получал одежду. И в своей одежде никто не имел права приходить на этот брачный пир. И вот как раз такой пример. А этот пришел в своей одежде. Породруг, а ты как сюда вошел? Он молчал. И тогда хозяин пира, или царь, сказал, «Смешите ему руки и ноги и выбросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и сгражит зубу». По сути дела, на практике жизни, если даже у нас добывают христиане, но немножко под христиан, еще есть такое выражение, «кащит под кого-то». У них есть свои цели. Они далеко не христиане, но не ходят сюда. У них есть свои цели. Определенные. Житейские, какие-то другие. Но они нисколько не христиане. Вот это люди, которые одеты не в брачную одежду. Раскаившийся человек. Это человек, который получил праведность Христа. Уже как мы ее храним, это другой вопрос. Ходим ли в этой одежде, или только в собрании в этой одежде. Это другой вопрос. Но когда для нас говорится Слово Божие, мы его воспринимаем, оно может нам доставлять огорчение, когда в этом свете мы видим себя не таковыми. Оно может нам радость доставить, когда мы живем согласно с Писанием. Но оно так и иначе принимается. Тот, кто одет не в брачную одежду, оно не воспринимается им. Он его не может слушать. Я вот часто так вот наблюдал, некое таких случаях было. Особенно мне запомнился случай в Бресте. Я об этом уже говорил. Когда я тоже вел библейские лекции, начал говорить о благословении, и немножко затронуло демонов. И один одержимый и взбился. Вы знаете, часа четыре, там мы молились, он сорвал после дела все лекции. Он не мог выдержать того, что его раскрывают. Говорят о благословении, и в то же самое время он там отключал, я дьявол. Я дьявол. Он напрямую говорит. Иногда просто мы его различаем по его поведению. А он напрямую говорил. Я говорю, в басе вошел, и я из него не выйду. Зачем вы этому Богу служите? Я говорю, за вас кровь пролил, а вы ему молитесь. Он правда за нас пролил кровь Христа. Он правда говорил. Чтобы нас погубить, он хотел Христа погубить. Это же я говорю, что он только не говорил. Вот, и не выйду. Но правда, говорит, после его увезли, он успокоился, говорит, как нормальный стал. Наверное, время было дальше. Не знаю, короче. А то совсем в другой области он был, этот брат. Не в брачной одежде. Это было настолько ему неприемлемо, что он просто не мог выдержать этого. И вот вы замечаете в собрании. Ну, правда, наверное, вам труднее замечать, потому что вы слушаете. А вот, допустим, мне, когда я сижу и вижу всех вот так, мне очень хорошо видно, как люди морщатся, как ерзают, когда им говорится. Когда человек, говорит, бьет у цель, он начинает заговаривать с другим, чтобы не обнаружить себя. Вы поняли меня? Ну, так часто делают. Когда его касательно начинают соседу что-то шептаться, вроде бы его и не касается совсем другому. Она так смотрит, думает, ну, ты же лукавый. Все дебы молчат, то не догадался бы никто. А так вот сам себе выдаст человек. Он старает себя спратить, и начинает стараться, и тут же выдаёт себя. Вот не может уж, начинает всё крутиться, и уже видно, что человеку не нравится. Даже попало в больное место. Как не кто сказал, говорит, там вот было осинное гнездо, а ты палкой ткнул, и получилось. Ну, такое часто бывает в жизни. Просто, говорит, палкой ткнул, вот осинное гнездо, которое было. Поэтому Слово Божие, оно прекрасно обнаруживает сердце человека. Зашёл хозяин, посмотрел, зашли, посмотрели, как кто реагирует, и уже можете сделать какой-то вывод. С человеком не всё в порядке. Этот тоже зашёл, брачный пир, собрал всех, званые не пошли. И мало того, что не пошли. Прочие же, схвачивши рабовью, оскорбили и убили их даже. Вот так вот, какое-то такое поведение ненормальное. Их зовут на брачный пир, а они взяли посланцев, убили, чтобы не идти на брачный пир. А вы знаете, почему так было? А тут написано, кто пошли на поле своё, а кто на торговлю свою. Их вся жизнь заключалась в их работе. И, наверное, поэтому Бог израильскому народу в приказном порядке увёл субботу праздновать. Вы сегодня такое наблюдаете. Одни могут отдыхать, а другие не могут. Как только свободный день, воскресенье, они там возят, они пилят, они рубят. Никогда отдыхать. Тогда Бог в приказном порядке народу израильскому сказал, субботу будете праздновать. Отдыхать будете. А после их укорал. В книге, кажется, пророка Амоса он сказал так, вы никак не можете дождаться, когда пройдёт суббота, чтобы начать торговать и заниматься своими обычными делами. в основном, это тоже когда-то было, когда вы что-то хотели очень делать, а знали, что нельзя воскресенье, никак не могли дождаться понедельника, да? Скорей бы это воскресенье, да на работу. Вот такая натура человека. Хотя Бог прекрасно знает, человеку нужен отдых. И он эту субботу поставил не столько для себя, сколько для человека. Говорил, всё, даже под страхом смерти. Кто говорит, делал дело в субботу, побивать их камнями. Просто хотел, чтобы человек имел здоровый образ жизни и так далее. Я уже не говорю про более глубокие вещи. Это и на будущее, как пророчество, и на той субботе времени покоя, которое будет, я просто взял чисто человеческую сторону. И Бог, когда что-то делал, Он имел в виду и одну сторону, и другую. И чтобы с телесной стороны доставить благо человеку, и духовной научить дисциплине. Вы думаете, Богу было жалко свиню отдать израильтянам? Нисколько. Или зайца? Значит, они говорят, ешьте что хотите. Но в то время надо их дисциплинировать. А дать нам какие-то прообразы глубокие, которые в этом сокрыты. Мы еще немного не понимаем из Ветхого Завета. Если бы нам открылись глаза, на эти пробы Ветхого Завета, то даже в Новом Завете мы имели бы более широкий кругозор, чем мы сегодня имеем. Это все те чертежи. Ветхий Завет чертежи благодати Божией. Я не побоюсь так сказать. Между чертежом и домом большая разница, но тем не дом строится по чертежам, правда. Дом строится по чертежам. Так что Ветхий Завет с его постановлениями, обрядами, законами, это есть некие чертежи, не всегда понятные нам. Вы тоже не умеете чертежи читать, правда? Это трудно читать. Я когда работал на работе, я чертил довольно сложные чертежи. Иногда приходилось, меня с брызг вызывали, расшифруй, что ты нарисовал, ошибок не было, но прочитать я не всегда мог такой сложный. Нарисовать, да, потому что я знаю, что я рисую, а что другое прочитал, я далеко стоял, не на том уровне, чтобы читать то. Так и здесь, и в Библии. Чертежей много, и времен, и событий, и поведения, но расшифровать не всегда у нас получается. И посыл рабов своих звать званых на брашный пир и не хотели прийти. Вы знаете, почему они не хотели прийти? Они были уже званые, они уже должны были настроить свое сердце, что когда-то нам придется идти туда. И по сути дела даже мы благодарны, что кто-то им устроил праздник, но к сожалению они к этому не были готовы и не пошли. Но пошли каждый на свое превышенное занятие, на свою превышенную работу, заниматься своими обычными делами. И тогда хозяин сказал, или царь сказал, званые не были достойны. смотрите, нужно иметь какое-то достоинство. Вот он звал всех, но они не имели этого достоинства, чтобы осознать что-то важное в этом призвании на пир, чтобы отдать честь тому, кто их уважает и зовет на брачный пир. Они все это потоптали. И вот царь приказал, или сказал, брачный пир все равно будет. Я его не отменю. Но раз не пошли званые, то идите по изгородям, идите по дорогам, идите на распутье, и кого только найдете, зовите на брачный пир. Потому что званые не были достойны. И вы хорошо понимаете, что с точки зрения истории этими зваными был израильский народ. Именно для них Господь послал Христа. Именно им было обещано Царство Небесное. Именно их Господь готовил быть участниками этого пира небесного. Но они сами сделали недостойными и не пошли. Итак, пойдите на распутье, и ущек, найдете, зовите на брачный пир. И рабы, вышедшие на дороге, собрали ущек, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился воздрежащими. Я обращаю внимание вот на что. С одной стороны написано на дороге, но с другой стороны на распутьях находили. Вот самый ответственный момент, когда Господь совершает свою работу, это время выбора человека, когда он стоит на распутье. Если он направился на дорогу к Царству Небесному, то его звать не надо. Если он направился где-то уже в его цели определенные, он ни о чем не думает, его тоже трудно позвать. А вот кто однажды шел-шел и стал на распутье, в это по сути дело самый лучший момент, когда Господь начинает делать свою работу, умешиваться и направляет на добрый путь. И вот как раз то хозяин пира послал своих рабов, идите на распутье. Где люди, что-то хотят, им что-то надо, но они не знают, что выбрать. Идите им подскажите, вот там будет брачный пир, вот там будет беда большая, а там будет брачный пир. мы стояли думали, куда идти. В этот самый ответственный момент Господь совершал свою работу. Я думаю, что и в вашей жизни как раз Бог для вас садил переломный момент, когда вы были на распути. Что вас заставило остановиться, не знаю, только вы знаете. Вы стали выбирать, это только вы знаете. но в момент распути, когда ваш был выбор, в некоторых случаях жить или смерть, в других случаях другие случаи были, в этих случаев разное наполнение, внутреннее содержание, но как раз Бог достиг на распути. Хотя может быть, и не только может быть, так оно и есть, Он сам создавал такую обстановку. Потому что сам по себе человек никогда не обращался бы к Богу. Это не в его натуре, это не в его характере. Потому Господь показывает трудности жизни, показывает, что впереди нет будущего, и показывает направление, где оно есть. А тоже тогда выбирай. Но как раз те распути. И без всякого сомнения как раз здесь речь идет о языческом мире, который никогда не знал Бога, или лучше сказать, давным-давно оставил Его и забыл, какого Он. Они поклонялись дереву, камню, искусству человеческому, и как раз Христос напомнил о том, что так будет и с израильтянами. Пройдет время, они свой кусок хлеба побоятся потерять, и отвергнут своего цара и своего Мессию. И так оно и было. И рабыти, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполвался возле лежащими. Но вы сегодня можете сказать, что ну хорошо, что злых нашел, это хорошо, а что добрых нашел, никакой заслуги здесь нет, тоже добрые. Здесь тоже есть свой смысл. Вы знаете, что наша душа или наше ядро или наш дух, он сотворен Господом праведным, с добрыми намерениями. И Крисчаст об этом сказал очень право и ясно, что Бог сотворил человека правым. И там дальше он добавляет, а люди пустились во многие рассуждения. Так вот, того, что человек есть прав сам по себе, этой праведности очень мало, чтобы жить в вечности. Есть люди по натуре очень хорошие и добрые, но им все равно нужно покаяние. Потому что эта доброта может расти наставание того здорового ядра Духа Человеческого. И может расти от Духа Святого. И вот доброта человека, она временна, она может поколебаться. Но там, где будет та же самая доброта снаружи, но рожденная Духом Святым, она никогда не поколеблется. Вы поняли меня? Вот один добрый и другой добрый. Но один добрый по собственной натуре, а другой добрый, потому что работа Духа Святого была над ним придача. И потому Христос призывает всех и добрых и злых. И мы часто думаем, ну как такой добрый человек? И он говорит, погибнет. Да, погибнет. Без Христа погибнет. Потому что самый высокий уровень доброты человеческой не устраивает Бога. Потому что Дух человека это не Дух Святой. Это не тот уровень, который можно жить в вечности. Смотрите, Корнилий, муж праведный и благочестивый, творивший много милостей, всегда молящийся Богу. И Бог ему ангела послал. Наверное, к нам многим ангел не приходил, правда? Мештает увидеть ангела, пожил всю жизнь и ангела ни разу не видел. И этот человек не имел спасения. Вы понимаете? Не имел спасения этот человек. И Бог послал от Петра туда, в этот дом, через ангел, который корневился. И когда он сказал ему слово, когда был человек, который творил много милости, который молился Богу, наконец-то получил спасение. Вот вам, пожалуйста, и рассуждайте. И действительно, если мы внимательны, то в мире есть настолько много добрых людей, что некоторым верующим далеко до них. Далеко до них. Но тем не менее, это люди, находящиеся вне спасения. В общем, потому что их доброта произошла из их человеческого духа. А у христианин доброта растет из Духа Святого, который приняет человеческий дух. И в этом есть большая разница. если это Божья любовь, она любит независимо от того, как вы к этому человеку относитесь. Наша же любовь. Мы любим тех, кто нас любит, уважаем тех, кто нас уважает, и не любим тех, кто нас не любит. с справедливо и хорошо. Но это говорит о том, что наша любовь очень мелкая. А Бог требует другой любви. Для чего? Чтобы спасать людей. Мы об этом тоже не однажды говорили. Благословляйте проклинающих вас. Надо их вдвойне проклянуть. А я тебе именем Господнем прокляну. Но вы знаете, ну ты меня так, я тебе именем Господнем. Да, однажды было, когда Елисей проклял именем Господнем детей, которые над ним насмехались, иди пляшивы, иди пляшивы. И вышла медведица, 42 ребенка погибли, но там есть свой смысл в этом. А у Бога сегодня есть свой смысл спасти человека. И в чем он заключается? Может быть, это будет повторение, но для меня кажется, это очень важная мысль. Почему Бог хочет мы так поступали? Вы поймите одно, что если мы человек вознадим по справедливости, то он к нам ближе не станет. Мы его остановим на расстоянии. Если мы по закону вознадим злом за зло, мы его можем остановить, но влияние на него мы иметь не будем. Вы понимаете разницу? Он будет нас бояться, он будет нас уважать, для нас хорошо. Но работу над ним будет очень трудно производить, потому что мы его притормозили около себя. А когда пусть он даже делал зло, а мы молимся за него, то если он не стал ближе к нам, то и дальше не стал. И у Бога есть возможность через нас оказывать на него влияние. Так и Бог делал с нами. Кто 30 лет, кто 40, кто больше, бежал от Бога. Даже иногда наверное и ругали Бога, кто-то и воевал в свое время с Богом, кто-то лекции читал против. Но однако Бог продолжал любить но представь себе взял да воздал по заслугам. Но какая заслуга? Возьмите за грех смерть. Но с одной стороны остановил. Это мы часто говорим, но как Бог остановить его не может? Он в одно мгновение остановил бы. Но у него цель не остановить, а спасти. Спасти. А для этого надо, чтобы сердце того, с кого Бог спасает, было постоянно открыто для него. Ну опять, это открыто надо наговорку сделать. Все-таки однозначно, если человек делает вам зло, то вы ему много не доверите. Один раз подведет, другой раз подведет, третий раз, уже будете с ним так сказать. Вы поняли меня? Но любить вы должны. И это принцип Христа. Он говорит, любил учеников, да? Любил. Он не убирал себя, потому что знал, что у каждого из них. Любит, любил. А убирать себя не мог, подведут. Поэтому это не одно и то же. Мы иногда тоже путаем вот эти вещи. Ты его не любишь, почему ты его за каждую не приглашил? Я люблю, но там еще 700 человек, которых я тоже люблю. Я не хочу, чтобы он их даст 40 минут говорил, лишь бы что. Это же не значит, что я люблю, и дай ему говорить, лишь бы что. Получается, я его одного люблю, а всех остальных не люблю. У нас на такой не совсем правильное понимание любить. Любить, поступать по Слову Божьей. Где прощать, прощать, где наказать, наказать, но то по любви. Потому что здесь человек делает зло. И есть один метод его остановить. Щеловые структуры есть в государстве. У нас тоже есть щеловые структуры. Если ему дать развиваться в этом зле, это будет больше зло для него. И пусть ему будет даже неприятно, но я должен остановить. Наступить на ногу. Стоп. Иногда больно бывает, а то надо. Видишь, брат, согрешающего, что обличи его, правда? Для чего? Чтобы его огорчить? Нет, чтобы его остановить. Потому что человек леща другу своему, что делает? Расстилает для него щеть. А кто ему прямо скажет? Пусть он даже обидится, но он уже будет думать. Будет думать. А почему мне так сказали? А вдруг правда это так? Если правда надо остановиться, но не правда надо быть спокойным. Все бывает. И потому здесь как раз нашли и злых, и добрых. То, что и те, и другие нуждаются в спасении Божьем. И по Божьему стандарту ни одни, ни другие не могут быть на брачном пире. Это не библейский стандарт. Может быть, по справедливости в этом ничего особенного нет. Евангелие стоит выше справедливости закона. Там другие стандарты. Я помню, однажды приехали мы с братом поздно, просто немножко смешной, но это правда было. и хлеба не было. Ну, мы попросили ее, она просто такой, чувство, чувство хлеб. Мы шели, говорим, мы тебе бабушку отдадим. Не надо отдавать, мы сами его едем, мы его швиням кормим уже. Отдавать не надо. Он не знает, был у него другой, не был, но надо то, что швини едят. И как раз этот стандарт может быть приемлем в обществе нашим. Но в евангельском мире это не те стандарты. Взял твое, не требуй назад. А он говорит, я так голый буду ходить в одном месте сказали. Ну, говорит, ты же думай, кому же давать еще? Конечно, сегодня часто приходят к нам в церкви, просят что-то. Просят что-то. Кому деньги нужно, кто-то погорел. Пару дней назад тоже подошли. Это на прошлой неделе было. цыганка пришла, погорели. Я говорю, знаешь, что, говорю, и как раз ушел на работу, говорю, мы никогда никому не даем, не проверившись. Нас, говорю, ни один раз обманывали. Да, в самом деле, так было. Однажды к нам на братский совет, значит, наверное, где-то в 90-м году пришли, погорели, все, хорошо, давайте свой адрес, фамилию дает. Я посылаю, брат, садись на машину и где-то туда, через полчаса придешь. Сейчас просто приезжает брат, а такой, по мне нету и фамилии, и дома нету в деревне. И ее, конечно, не было. Но она пришла, просит, дай, мы погорели. Так мы не хотим больше так гореть. Мы не хотим так гореть. Пожалуйста, давайте свою заявку, рассмотрим, проверим. Если это так, мы будем делать, мы вот надлежаше, будем помогать. А так просто не будем. Может быть, совсем искренне, на сто процентов, но уже перед нами прошли множество обманщиков. Раз это так, то мы просто, ну, не доверяем, проверяем. Говорят, доверай, но проверяй, да? Вот такая наша жизнь сегодня. Покормить его и отправить с Богом. Несколько раз приходили ко мне, просили, куда надо, мне дай на билет. Хорошо? Брат Бора, на деньги, купи ему билет и отправь. Билет у руки, езжь, куда тебе надо. Ну, а там уже продаст, билет продаст. Ну, я тебе на руки не дам. Я тебе дам на билет, и ты напьешься. И такое часто бывало, это же непросто. Тем более, я допустим, сколько случаев, приезжает, надо доехать, еду с заключения, и обязательно напишу письмо. Я говорю, ничего ты не напишешь, на тебе деньги, но ты писать не будешь. Напишу. Мне один написал, где-то пять или шесть было. И что сегодня пишут? Не собирайте, надо было доехать. Ну, надо доехать, ты же меня обманываешь, скажешь, мне надо доехать. Ну, и другое дело. Так часто бывает тут в жизни. Поэтому, в этом смысле слова, конечно, у нас уже другая тема пошла, но, тем не менее, даже в таких стушеях надо поступать по-христиански. Обещать им обстановку. Если есть чем накормить, накормить, и отправить. Потому что, если вас обманут, будут считать вас дураками. Вы меня поняли хорошо? Вы не думаете, что вас посчитают христианами? Вас посчитают... Вот. Мы думаем, что если мы дадим, нас будут ценить. У нас ходит упроратное мышление. Но если действительно нуждающиеся были и дали, вас оценят. Но если вы дали обманщику, вас будут смеяться, не оценят вас. Так что здесь палка с двух к концу. Нам часто кажется, давай, не прогадаешь. Да, если ты дашь и попал в точку, надо, не прогадаешь. Но если бы обманули, ты уже прогадал. Поэтому здесь, ну, не так-то просто все. Ага, да? Прощащему давай. И только объяви, что ты даешь, что тебя будут стоять с утра до ночи. И приносить назад не будут. Поэтому мы сегодня хорошо понимаем, что, говорит, имеете голову и думаете. Как давайте? Только бы вот такие рассудения не прикрывать жадность свою. Здесь есть вторая сторона. Что, допустим, просто не хочется дать жадность, прикрываясь тем, что, ну, надо же думать, кому давать. Здесь есть крайности своего рода. Я просто говорю о жизни, какая она есть на самом деле. Потому в процессах можно попасть и не дающие, и дающие можно попасть в просаг. Поэтому здесь просто действительно нужно какое-то особое чувство для того, чтобы, ну, делая доброе, не оказаться в посмеянии. Хотя перед Богом, естественно, если мы это делали искренне, то нас не посмеется. Но человек вполне возможно, что так делает. Даже каких можно веровки вести. Скажи только, что веришь, и все одно, то они же покупают. Люди же так и думают, что и покупают. Поэтому это вопрос такой, ну, довольно серьезный. И не так, то просто сегодня. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте в очку внешнюю, там будет плач и скрыжет зубов. ибо много званых, а мало избранных. кто кто оказался избранным? Тот, кто ответил на зов. Вот неправильно понимают, вот это выражение избранные, можно сделать вывод, что Бог избрал одних на погибель, а других для радости. Но здесь смысл вот какой. Бог зовет всех. И так написано, Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли поздания истины. Помните? Чтобы все люди спаслись. Но он на силу не заставляет. Он предлагает, человек придет добровольно. Вы тогда скажете, окажется, тогда мы молимся, Бог посылает болезни, потому что мы молимся, он на нашей молитве. отвечает. Мы молимся, мы просим. И тогда Бог создает те условия для человека, чтобы он мог понять, что без него он не пройдет. Но опять-таки он должен однажды, может быть, в трудной обстановке сказать, Господи, я готов учиться за Тобой. Если даже в трудности он этого не скажет, то Бог не может с ним делать дело. Он насильно не заставляет. Хотя обстоятельства показывают, не можешь без меня. Не пойдешь и не сможешь. И вот то, что мы переживаем, это не есть то, что-то невыносимое. Если Бог допустил в нашу жизнь то, что дьявол хотел бы сделать, то ни одного из нас давно уже не было бы на земле даже. Он допускает все по мере. Чтобы смирить нас, чтобы мы стали подчиняться Слову Божию. И только вот на этом уровне и в такую меру. Но Библия говорит, у вас, говорит, лоб медный и жилы в шее железные. Помните? Бог говорил так в Израиле. Я, говорит, знал, что у тебя лоб медный и жилы в шее железные. А знаете, как железные жилы согнуть трудно? Это у нас есть братья-сварщики, автогенщики. Он нагревает, а после гнет. И гнется неплохо. Правда, уже после не выровняешь, если застынет. Вот ноги из вас тоже уже не выровняешь. В каком смысле слова последствия остаются? Не всегда. Вот та работа Божья, которую Бог делал с нами, наши пришли к Богу и все снято. Довольно часто остаются знаки, чтобы мы всегда помнили, что Бог сделал с нами. Наверное, вы помните старый верующий Гаркавого, да? Регент там был, школьный учитель. Вы помните, когда его девочка родилась уродом? Направда, не знаю, как она сейчас, где. Уже из поля зрения она выпала. Вы помните, себятельство, когда молили еще, там, наверное, и грудь открыта была, и это, как она называется, заячья губа. Короче, урод. И когда где-то, что некоторые времена, не помню через сколько, может кто-нибудь помнит более точно, когда стали молиться в все в окрестностях, и когда Бог исцелил эту девочку, когда сказали, это у Ганцевича, она в больнице лежала, принесите нам девочку Гаркавого, и принесите ее здоровье, сказали, вы что делаете? Я же просил Гаркавого девочку привезти. Да вот она говорит, да вы что, насмехаетесь? Но! Я до своей мысли окончу. Но ее на головке навсегда остался шрам, Бог оставил, чтобы она всегда помнила. Ей после рассказали, какая она была. Вы помните, тут Вера Бадакова сидит, она лучше, наверное, расскажет. Там он сейчас в трассоне, уже пожилые верующие, они знают в это время. Я сам уже покаялся после этого. Это был, конечно, шок большой для него, и я его личное свидетельство сам слышал, когда они сказали, урод родился, вы знаете, что если у родителей урод родился, что можно думать? Да при том так, что не поправишь. Но Бог умеет править даже в такой обстановке все. Была красивая девочка, но судьба ее, я не знаю, как теперь. Поэтому много званых, а мало избранных. И если сегодня, даже вот взять нашу церковь, сколько людей каялось, не просто, которые приходили в церковь. Вы знаете, кто однажды пришел в церковь, и его призывали к покаянию, это уже был званый. Но даже те, которые однажды склоняли колени, я думаю, если бы все те, кто каялись у нас, кто склонял колени и просили за них молиться, остались здесь, то меньше 5000 не было бы в церкви. Но всего 1240. Не так просто. А многие поищут войти, и что? Они возможут. Вот почему они возможут? Это опять для каждого человека своя причина, почему они возможут. Но между тем, да, Иисус говорит, что ты, говорит, зовешь? Здесь, туда идешь, туда идешь. И так же же много. Говорит, много. Немного. Многие поищут войти и не возможут. Тесные ворота. Что за ворота тесные? Слово Божие. Оно не для всех приемлемо. Оно и для всех приятно. Хотелось бы расширить эти ворота. А Бог никак не расширяет. Мы расшираем, расширяем, потом посмотрим, сужать приходится все равно. Даже он расширал, а потом сужает, потому что в беду попал. Так что лучше всего тесными воротами ходить. Я часто говорю, может, и можно. Может, и можно. Но у тебя, если есть сомнения, то лучше не делай. Так будет надежнее. Может, и можно. Но если нет конкретности, если есть сомнения, то лучше не делай. Так будет лучше. Лучше пусть будут более тесные ворота, чем за широкие. Но, к сожалению, людям хочется широкие ворота иметь. Хотя в Библии они одни ворота, отчерченные Словом Божиим, и никаких других быть не может. С 15 сиха читаю дальше. Тогда фариши пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. То есть Иисуса Христа. И посылает к Нему учеников своих с еридианами, и говора, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и ищи на пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении к кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесару или нет?» Но Иисус, в виде лукавства, ей сказал, «Что искушаете Меня, лицемеры? Скажите Мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий и говорят им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему, «Кесарами». Тогда говорят им, «Итак, отдавайте кесарова кесару, а Божье Богу». Услышавши это, они удивились и оставивши его, ушли. Здесь, короче говоря, одно направление политики дьявола. Смотрите, кто искушал Иисуса Христа? Книжники, фарши здесь написано. И кто? Иродиане. Это, по сути дела, представители государства. Они их позвали, хорошенько обдумали. И почти всегда, если где-то, когда-то были гонения, то, как правило, дьявол делал все так, чтобы христиан представить врагами власти существующей. И их руками совершать работу. и в данном случае он использовал тот же самый метод. Они хорошенько продумали, что они будут говорить. Они хорошо понимали, и здесь они сказали, мы знаем, что ты справедлив. То есть, дорогой Иисус, мы тебе очень просим быть теперь справедливым. Говори то, что надо говорить. Это же по сути дела. Он никогда не шел на попятную, но они ему еще предварительно отрезали путь. Хотя бы он не сказал что-нибудь. Мы знаем, что ты справедлив, что истинно пути Божию учишь. Вы знаете, что такое сказать истинно пути Божию учишь? Если бы Иисус не догадался, как поступить, они объявили бы врагами все христианство. Что путь Божий это путь сопротивления власти. Это путь сопротивления начальству. Вот эти, что они говорят. Ты справедлив, истинно пути Божию учишь. И дальше. И не заботишься об угождении кому-либо. Ибо не смотришь на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позвали ли давать подать кесару или нет? И здесь надо было отвечать. И здесь надо было отвечать. И нужна была эта мудрость. Иисус видел их лукавство. Он видел, что они хотят. К чему не клонят. Поставили представителя власти и задают вопрос провокационный называется. Вот так часто люди делают. Провоцируют человека на какой-то ответ. Чтобы пошли сверху взять за основание и обвинить его. И отдать его в руки тех, которые имеют власть что-то сделать плохое. та же тактика и в то время была. Позвали ли и давать подать кесару или нет. А в то время римский кесар, он владел всем Израилем. Владел всем цивилизованным миром в то время. И в том числе и Израиль был под их властью. Но Иисус в виде лукавства и сказал им что искушаете меня лицемеры. Он им показал что действительно ищет на пути Божьи учить и не смотри ни на какое лицо. Хотя вы духовенство, хотя рядом представите власти, но вы лицемеры. Покажите мне монету, которой платится подать. Чьет изображение и надпись кесаревы. Итак, отдавайте кесареву кесареву а Божьи Бог. Только не попутайте. Богу не надо кесареву. Богу не надо кесареву отдавать. А кесареву не надо Божьей отдавать. Хорошенько подумайте, что кесарево, а что есть Божье источник этой позиции. Сегодня можно однобоко взяться. Можно все Божье отдать кесареву. Христос здесь так не учил и так не говорил. Он сказал на основании слова. Хорошенько рассмотрите, что есть кесарево, а что есть Божье. И отдавайте кесареву, кесарево, а Божье Богу. Здесь напрашивается другая мысль. Из чего состоят наши капиталы и наши доходы. Я об этом уже однажды говорил. и есть в наших доходах, в нашем имуществе кесарево, Божье и наше. Христос так говорил. Я уже повторяюсь. Кесар от нас сразу забирает свое. Заработали, ошитали процент и сказали это на налоги. Правда? И он нас оберегает от греха. Может быть коммерсанты немножко умеют там что-то. Хотя чего-либо надо сказать несправедливые законы. И Библию говорит тем, кто постановляет несправедливые законы. И пишет жестокие решения. Есть определенные проценты, и есть разумный доход, и есть то, что Бог предназначил, чтобы люди отдавали для содержания государства. Как бы мы ни говорили, мы часто можем нарекать на ГАИ, на милицию, но без них было бы очень плохо. То, что они могут иногда перебирать меру и сверх своих полномочий, это другой вопрос. Они имеют определенные функции, у них есть своя задача, у них есть свой закон и свой порядок, и если бы они соблюдали полностью закон, наверное, было бы неплохо. Но все дело на всех уровнях, и мы можем где-то перелазить эти рамки, нарушать его. Но самое главное есть часть Кесарова, потом есть часть Божия. Христос так сказал, а Божие отдавайте Богу. И как раз то Божие это является десятая часть наших доходов, наших заработков. И это не закон, это не Ветхий Завет, потому что первым, кто делал десятину, был Авраам, отец всех верующих. Он не был под законом, до Моисия было очень далеко. Закон был дан после Моисия, где-то 430 лет спустя, там где-то эта цифра фигурирует, и только потому, что люди потирали совесть. Люди потирали совесть. Они забыли. Именно Аврааму на сердце было положено отдать десятину совести разговаривало. Дух святой чересчет. Бог диктовал отдавай мне. Ничего Бог не говорил. Это все родилось в его сердце. И потом эта десятая часть, это по закону. Она была установлена для плотских людей, невозрожденных. Вы поняли меня? А мы сегодня возрожденные. И поэтому есть Кесарова, есть Десятина Богу, и есть пожертвование. Вот когда вы отдали Десятину, если хотите исполнять то Божие так, как надо, если рассчитались с государством так, как надо, то из того, что у вас осталось, можете жертвовать, это будет называться жертвой. А Десятина это не жертва, это то, что положено отдавать Богу. Да, должна получать. Здесь речь идет не просто на нужды немышленные, они практически все должны идти на нужды. Но если вы этого немышленного, приведете в молитвенный дом, сегодня десятая часть, сегодня должно больше, десятая часть, которые под законом жили, для плотских людей десятая часть, это для плотских людей написано было, для духовных не надо писать, не сами знают, для духовных не пишется ничего, у них рождается желание в сердце, внутри, а естественно когда давали десятину, то конечно первое что было для них, это они содержали храм, там были еще другие пожертвования, было очень много, не только одна десятина, они для поддержания порядка и так далее, у них были действительно служения, которые нам сегодня не шнились, вы помните это служение вдовица, Анна пророчица, дочь Фануилова, достиг глубокой старости, она все время была при храме, она постом молитвой служила Богу день и ночь, да, это ветхий завет, и вот из всех пожертвований ее кормили за то, что она молится, в апостовах было служение вдовице, брали на содержание, одевали, кормили, чтобы они молились и постились, попробуйте, попробуйте, тиша, тиша сестры, как про деньги заговорили, язык нашелся, это такая вещь, которой нельзя равнодушным быть, во-первых, там вышла не о вдовах, вы поймите правильно, вы помните, что апостолы сказали, если кто-нибудь в своем доме имея вдову, пусть кормит сам, если есть, были истинные вдовицы и вдовы, которые просто лишились мужей, так вот, истинная вдовица, во-первых, для нее были стандарты высокие, не меньше, чем 60 лет, которая была известна добрыми делами, которая умывала ноги святым, принимала страньку, то есть она была готова переступить поруху, вечно считать, и не надо было готовиться, и она уже, будучи приготовленной, могла молиться, и вот такую старицу избирали, брали на содержание церкви полностью, она занималась только тем, что молилась и поселила, чтобы был успех благословения, а потом, не путайте, вдовица и истинных вдовицев, истинных это не просто вдова, это женщина, потиравшая мужа, но которая прожила благословивую жизнь, и могла принести пользу, а что возьмешь на содержание такую вдовицу, молиться и посчитаться, она будет лежать, лежа в окно, опоровать захотели, а что же ее толку, что будет брать ее на содержание, я понимаю помочь ей, когда у нее нет хлеба, это другой вопрос, надо же было бы лазарет какой-то, но вы сами так бывает, она не знает, ну в твоей жизни встречали таких людей, ну это же не вызвать истинной давицы и побег, таких никто не брал на содержание, им помогали, они в некоторой мере были тяжестью для церкви, но все это дело за счет пожертвований, они проходили в большом количестве и так далее, и так далее, а потом вопрос, больной до сего одежнего дня, но больной для тех, кто хочет чтобы он был больным, кто захочет знать истину, он где он найдет, но есть люди, которые не хотят ее знать, не знают и не хотят знать, один брат сказал так, я понимаю, так, меня-то устраивает, я ничего другого знать не хочу, ну, в добрый путь, но где он кончится, не знаю, ну иди, кто же тебя будет заставлять, я говорю, так понимаю, я по-другому не хочу понимать, я буду понимать, ну, кто, что может сделать, если такой оборот принимает вопрос, пожалуйста, кто же тебе силой заставит понимать так, но все дело в том, есть много людей, которые толкутся на месте, только потому, что не хотят знать, если бы люди обращались к Богу, все вопросы давно были бы ясными, не было бы этих недопониманий, не было бы проблем различного рода, но они для них очень выгодны, эти проблемы, они у них живут, они их любят, как американцы говорят, русские без проблем не могут, если у них нет проблем, они их создадут и будут карабкаться в поту, они не могут без проблем, им нужны проблемы, чтобы движения не будет, и в некоторой мере это и так, они их без проблем не могут, нет проблем, их делают, и будут иметь их, и будут работать в поте лица и так далее, услышавши эту, они удивились и оставивши его, ушли, что день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресенья, и спросили его, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему, было у нас с чем братьев, первый, женившись, умер, и не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобные вторые и третьи, даже до седьмого, после живших умерла и жена, и так в воскресенье, которую ищеми будет она женою, ибо все имели ее, Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова, а Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слышим, народ удивился учению его. Следующий этап искушения, или уловить, что вам то хотят. Здесь уже приступают к Саддукеи, которые говорят, что нет воскресенья, и спросили его. Ну и дальше текст, знаете. Взяли из закона Моисеева, знаете, такое составили ребус, или загадку, или этюд шахматы, которого в жизни вообще могло и не быть никогда, и потребовали решить его. Вот так часто и нам говорят. А что ты будешь делать, все тебя встретят на улице, все придут немцы, будут стрелять твоих детей, а вы отпишите, что будете делать. А этого вполне никогда не было и не будет. Вот такие вот задачки очень часто люди задают. А его никогда не было и не будет вполне возможно. Нечто похожее было и здесь. И приступили Саддукеи. Это люди, которые никогда всерьез не принимали духовный мир. Они говорили, нет ангела, нет духа и нет воскресенья. Вот то, что мы видим, это материально, это все, а там закопали и ничего нет. И вот будучи на таких позициях, они и смогли именно вот придумать вот этот пример для Христа, чтобы он на него ответил. И такое часто бывает в жизни. Почему? Вот саддукейство есть люди, даже будучи верующими, значит, они не верят в никакие чудеса. К сожалению, есть. Я знаю одного пастыря, который, наверное, ну не знаю, лет 30 был пастырем, это уже было правда давно, а после пришел и заявил, что никакой души нет. Это души. Душа человека, кровь его, умер, и ничего нет. Ну, тогда и думай, чему он учил. Миллион поменял свое мнение, такое тоже иногда бывает, или другие причины были на то. Нет ничего духовного. Как сегодня есть христианские, даже теченики, нет ничего духовного, нет никакой души. Умер и все. Умер, закопали. И вот знаете, что, вот этот момент, он очень важный, потому что он мешает людям понимать глубоко Писание. И я никогда не забуду, значит, когда, вы вообще, наверное, помните с Кипара, пожилые, да? Который, Бог, истоял от рака в свое время. Разырзывал их, гнилое все. Он еще после долго жил. Ну, и другой пример, когда кто-то из врачей, онколог, наверное, деду читал лекцию в этой гостинице «Горизонт». Это было не так давно, может, десяток лет назад. Ну, о этих раковых, заболеваниях, опасностях и так далее. Некоторые советы давал. И него, значит, спросили, скажите, говорит, вот из вашей практики вы когда-нибудь, говорит, в своей жизни видели исцеление от рака, имел в виду выздоровление полное? Он подумал, потом говорит, да, говорит, я, говорит, знаю два человека, которые получили выздоровление от рака. Потом помолчал, добавил, но оба они были верующие. Но оба они были верующие. И вот, когда мы говорили на эту тему, у нас сидела одна уже пожилая сестра, она раньше работала медсестрой в больнице, она слушала, слушала, говорит, братья, вы эти сказки рассказываете кому-нибудь, что можно исцелиться от рака. Я говорю, ты медик, я знаю, что такое рак, поэтому вы мне не рассказывайте это. Это то же самое саддукейство. Она просто понимает, что с точки зрения медицины, это невозможно. Может, когда-нибудь этот рак будет лечиться. Но пока что на сегодняшний день это самое такое опасное заболевание, то сейчас лучше меня может рассказать о раковых заболеваниях. Это по ее части. Но когда умешивается Бог, то там дело обстоит совсем по-другому. И смотрите, вот как раз в этом вопросе почему она так говорила? Во-первых, конечно, она была, я бы сказал, если не новообращенная, то недавно верующая. Иисус ответит на это, почему люди так не могут верить. Он сказал так, слушайте, Иисус сказал им ответ, заблуждайтесь. Первая причина, почему? Не зная Писаний. Вторая причина, силы Божьей. А вот две причины, почему люди не могут поверить в чудеса. Первое, они не знают Писаний, которые рассказывают о множестве тех чудес, которые Господь делал. И второе, они недооценивают силу Божью. Вот почему часто верующих называют дурными. Вы понимаете? Может быть, иногда они бывают такие, когда они верят и сами не знают, чему верят. Я, наверное, вам рассказывал, когда кто-то из братьев молился за воскрешение мертвых. Под Слуцком было. Рассказывал, да? Когда молился, молился, а он не встает. Собрались соседи, собрались люди. Во имя Иисуса встань, он не встает. Вот. Он тогда говорит, во имя Иисуса вставай. Он говорит, ну как хочешь, я тебе повеливался, не хочешь, лежи на первом воскрешении. То может, надо и посмеяться в этом случае. Но когда человек в самом деле имел откровение, имел слово от Господа, то никогда не останется в постижении. И даже по-человечески это глупо. Вы думаете, когда Авраам сто лет заявил, что у него будет сын? Ну, думай, сказали, Авраам из детенев. Это что такое из детенев? Это когда прожил свою жизнь и стал детский разум. Вот царь девяносто лет, ему сто лет объявляет, у цары будет сын. Ну, как тут не смеяться? Тут смеяться и больше ничего. Но там было дело связано с Богом. не с желанием лишь на Авраама. Не потому, что они очень хотели и их это желание выдавали за веру. Ему Бог сказал, что будет сын. Это вот тогда перестали смеяться, когда у него родился сын. Ему дали имя Шмех, но уже Сара сказала, Шмех, говорит, сделал он не Бог. Каждый, кто не услышит, что Сара девяносто лет родила сына, шмеляться будет. И назвали его Шмех, Исаак, или дословно он будет смеяться. То есть сначала вы смеетесь, но он будет смеяться в конце концов. И такой была и его жизнь. Потому Павел однажды говорил так. Мы, безумны Христа ради. С некоторой точки зрения, по человеческому рассмотрению, они делали большие глупости. Их там побили, они пошли там проповедовать. там из себя бьют и гонят, убегать надо, а они лезли в пекло. Потом говорят, мы безумны, зато мы сегодня мудры во Христе. Мы были безумны, рискнули вам проповедовать, вы пока стали мудры во Христе. А мы были безумны Христа ради. Ну, идти, допустим, туда к Кесару или в Рим, и там проповедовать, когда у них этих богов не сосчитать было, когда они владели этой огромной территорией. Да и что говорить о воскрешении? А Павел говорил, и Фесс сказал ему, помните, что Фесс сказал Павлу? Безумствуешь ты, Павел, большая ученость, доводит тебя до сумасшествия. Что может быть резче? И что может быть точнее? Как можно точнее выразить взгляд мира на христианство? И Павел сказал, кто хочет быть мудрым, тот быть каким? Тут быть безумным. Потому что да, вера, она простирается выше возможностей человеческих, и в силу этого, да, можно иногда и покачать вот так вот головой. И только тогда можно успокоиться, когда уже действительно получает человек. Это да, по-человечески это глупость. Многие вопросы, поглядя их глазами человеческими, на уровне знаний, на уровне наших возможностей, можно так и сказать, не забивай себе голову и никого не обманывай. Но если Бог делает свое дело, если его предель не исполняется, тогда все восстанавливается и ставится на свое место. Не знаете Писаний не силы Божьей. Второй момент, который я обращаю внимание, на вторую половину вот этого текста, не зная Писаний, не силы Божьей. Очень важно знать силу Божью. И не по-наслишке самому лично. Вы знаете, почему? Дьявол неплохо знает Писание. Он может подделать голос. Он может еще являться в видении. Может подделать, вы не различите его. Но силу Божьей, действия Духа Святого подделать нельзя. И тот, кто однажды исполнялся Духом Святым и знает, как он действует, вы никогда его не собьете с пути. Если даже дьявол будет говорить по Писанию, он не такой глупый, как мы часто думаем. Наши братья харизматы пишут на подошли сатана дурак и прыгают, как будто в самом деле он уже такой дурак. Это был помазанный херувим, и мудрость обратилась во зло, и если бы не Бог, то мы давно были бы в заблуждении, но мы сегодня благодарим Бога, что Он очень внимательно наблюдает за нами. И вот знать надо и Писание, и силу Божию. Я помню, это было давно. У меня такие случаи были и недавно, но я буду вспоминать случай далекий, когда стали молиться, то некоторые принципы надо знать. Шестерр начинает пророчествовать, исполняется Духом Швятым, у него спрашиваем, а как ты исполняешься? Он говорит, а как ты исполняешься Духом? Как начинает говорить, когда с ног и идет вверх? О, с преисподней. И когда Дух Швятой не исполняет с ног? Вы поняли меня? Вот когда человек не знает таких деталей, очень легко и просто. Вы думаете, что дьявол не обличит во грехе? Да, он все грехи твои знает, и прошлое и настоящее. Мы то, как часто говорим, рассказано, и это есть Бог. Смотря что, и какой осадок остается, и оттенок на сердце ляжет после этого слова. И в этом Христос учит нас знать Писание и знать Дух Святой, не просто по насыщике от кого-то, а самому лично. И в таком случае никто не обманет. А иначе есть опасность своего рода. Конечно, об этом можно говорить немало, но я просто на эту деталь обращаю внимание. Почему заблуждаетесь? Христос дал прямой ответ, не зная Писания раз, и второе, силы Божьей. И мы очень часто только потому заблуждаемся, что мы сравним силы Божьей со своими человеческими возможностями. Вот это Бог может сделать, а вот этого Бог не может сделать, потому что у нас есть стандарт свой. Вот это у нас укладывается в голове, а уже вот эту не укладывается. Потому Христос неоднократно допускал бедствия в жизнь учеников. Помните, по мору поплыли. Они уже видели немало, но когда Иисус запретил ветром и мор делать тишину, то они сказали, кто же это? Хотя до этого они уже знали, что там Мессия, это Сын Божий. А когда они увидели то, что никогда не видели, о чем они не думали, что может такое быть, такая власть может быть, то они сказали, кто же это, что и ветер, и море повинуется Ему. Вот до этого времени их стандарт для Христа был гораздо ниже, чем был на самом деле у Него. Заблуждаетесь, не зная Писаний и силы Божьей. Ибо в воскрешении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. То есть там другой мир, другая сфера жизни совсем, немножко другие отношения. Единственное, что мы знаем, что там царствует любовь. Их Писание. А то, что у нас на земле здесь происходит, то там этого уже нет. Не женятся, не замуж не выходят, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А воскрешение мертвых не читали ли вы реченого вам Богом? И вот какое место Писания Иисус взял за основание, чтобы сказать, что есть воскрешение мертвых? Наверное, еще сегодня. Вот не было этих слов Христа. И кто-то из нас взял эту мертвых, сказав, это воскрешение мертвых написано, то сказали бы, ну, слушай, как ты это выкопал, правда? Христос очень хорошо знал Писание. И взял это место и говорит так, а воскрешение мертвых не читали ли вы реченого вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова. А Бог не есть Бог мертвых, но живых. Другой человек говорит так, ибо у Него все живы. Вы помните? Ибо у Него все живы. Вот почему однажды Христос сказал ученикам своим, Лазар не умер, но шпит. Ему сказали, ну, раз шпит, то выздоровеет. А Он говорил не о необыкновенном, а о смерти. Поэтому вот то состояние, что для нас является смертью для Бога это всего лишь сон. Потому что Он имеет полное право возвратить дух человека в его тело. Что такое смерть? Это разделение тела с духом. Еще будет время, будем читать других евангелистов, но там написано о девочке умершей. Иисус повелел ей воскрес и написано, и говорит, и дух ее возвратился в нее. И она жила. Поэтому для Иисуса а дух он никогда не умирает. Духа невозможно умертвить. И второй смертью называется просто разделение с Богом, мучение. А вот в том понятии смерть, как мы сегодня понимаем, такой смерти нет у Бога. смертью второй называется вечное разделение с Богом, отделение от источника жизни навеки и навсегда. А уничтожить дух, истребить дух невозможно. Его можно только ограничить определенным местом, определенным пространством. И в этом, наверное, может быть не счастье всех людей. Это было полбеды, если было так, как многие учат, что умер и нету. Лишь бы только пришествие Христа не стало живыми, не застало. Это было полбеды. И сейчас и все. Но все дело в том, что все, что Бог творил, творил вечным и по-другому не может быть. Поэтому он и сказал, Бог не есть Бог мертвых, а Боже у Него все живы. То есть то ядро, то самое ценное, что вносит жизнь в тело, оно никогда не умирает. И наше тело только потому перестает жить, что уходит дух, который живет его. Это нечто похоже на нашу одежду. Вот покуда нам не вот эта одежда, она со мной ходит, движется, я ее сбросил, она будет лежать неподвижно. То же самое является и тело наше. Оно называется хроминой, можем назвать его инструментом, которым дух пользуется для жизни в физическом мире и всего лишь. А ядром нашей жизни, центром нашей жизни, ценностью для Господа является не тело наше, а наш дух, который Бог вдунул и называет нашим дыханием жизни и так далее. Потому Иисус и сказал, у него все живы. И пройдет время, когда Бог восстановит эту кожу или тело распавшееся, каждый пойдет в то место, назначенное Господом, которое он мог приобреть себе при жизни на земле. И слышав, народ удивился учению его. А фаришей услышал, что он привел Садукеев в молчание, собрались вместе, то есть одна ловина за другой. Сначала собрали книжек с сердианами, не получилось, взяли Садукеев, не получилось, следую, что начинают работу. А фаришей услышавши, что он привел Садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. На этих двух заповедях возлюби Господа и ближнего как самого себя утверждается весь закон и пророки. И эти десять заповедей, эти двести или триста с чем-то постановлений в чине расшифровывали, как надо любить Бога и как надо любить людей. И вы найдете в Ветхом Завете на многие случаи жизни житейские конкретные ответы, как надо поступить по любви. Помните, если один забадает другого живого продайте, мертвый разделите пополам мясо съешьте, это будет по любви. Вот вплоть до таких мелочей Бог расшифровывал, как надо поступать по любви. Это было во время Ветхого Завета. Сейчас немножко другое, но самое главное, весь закон, все пророки, учили, как надо любить Бога и как надо любить людей. Но первое стоит, возлюбить Господа Бога, а потом ближнего. Иначе, если у тебя не будет источника любви от Господа, ты просто натосо не сумеешь любить своего ближнего. Потому что у тебя, как у человека, ограниченный потенциал для того, чтобы любить. У тебя просто не хватит той любви. И первое, возлюбить Господа. И на что надо обратить я уже не обращаю внимания на искушение. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Если не будет всем возлюбить, невозможно будет любить, как надо. Всем разумением. И здесь есть вот такая расстановка. Всем сердцем, всей душой и всем разумением, то однако когда будем исследовать Писание, то сначала все начинается с нашего разума. Все начинается с нашего разума. Вот почему первое, что делает Бог, Он защивает наш разум словом Божиим. Чтоб мы знали, как нам надо любить. И разум всегда идет впереди. Это будет старая мысль. Я ее не один раз повторял. Один псалом мы поем «Прости, что мой разум с тобой воевал». Да? И покуда вы в разуме не поняли, что без Бога вы не сможете жить, вы не смогли сделать другой шаг решительный. Все начинается с нашей головы. И это очень важно. И всякий грех, всякое дело, оно как правило, начинается с мыслей. мы сначала принимаем, потом обдумываем, а потом уже делаем. И движущей силой является мысль, которая проникает. Это старая мысль, я еще раз ее повтораю, но она очень важная. В организме человека, я имею ввиду не в физическом, а вообще в полном смысле, есть такой центр, откуда управление идет. И Павел говорит так, Слово Божие проникает до разделения души и духа. составу и мозгу. Вот есть некий центр, куда направляется слово через разум. И когда оно поселяется в это место, управляющий центр, мы начинаем двигаться по этой мысли. Мысль имеет огромную силу. Это самое сильное оружие мысли, поэтому их надо контролировать, эти мысли. Все начинается с мыслей. Я повторюсь то, что не один раз повторял. Самые большие проблемы в народе, самые большие кровопролитные войны, они начинались с мыслей. Они начинались с мыслей. Они проигрывались в головах людей высокопоставленных. И только после все проводилось движение. Но движущей силой была мысль. И если мысль дьявола имеет большую силу, то мысль в Господе имеет огромную силу. И самое сильное оружие это Слово Божие. Самое сильное оружие это Слово Божие. Оно сегодня движет всем. И мы тоже движемся. Для чего мы сегодня слушаем это? Мы хотим взять Божьи мысли, положить центр нашего управления, профильтровавший через наш разум. Если мы его примем разумом, мы ему доверимся, оно направляется в сердце, мы начинаем жить так, как написано. Но если мы только посмотрели разумом, но не приняли веру доверие, оно будет в нашей голове, что мы слышали, но я этому не верую, я этому не могу поверить, это не так, оно никакого действия не произведет. Вы не сможете жить по этому слову. В чем разуме они ем? Апостол Павел по стане к римлянам, он сказал так, и как они не стремились иметь Бога где? В разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякого, 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 всякого. Там очень огромная цепочка перечисления грехов. Почему? Не стремились иметь Бога в разуме. Поэтому это очень сердезный вопрос. Возь люби Господа Бога твоего, я начинаю всем разумянием, всей душой твоей, здесь душа имеется в виду жизнь. Вы знаете, любим мы Бога или не любим, мы это показываем своими поступками, которые мы совершаем в нашей жизни. Не словами, хотя слов это тоже дело. Вот я сегодня, как вы не хотите, но я работаю. Вы поняли меня? Может быть, я работаю не руками, но я работаю. Для вас это одно положение, для меня только я работаю. А то работа. Как я работаю? Толково, бестолково, это другой вопрос, но я работаю. И в жизни вот эта любовь к Богу и к людям, она выражается в действиях, поступках. Не только у желания. Желаний может быть много, но вот надо любить его всем разумением и всей душою. Еще есть такое выражение всей крепостью и всем сердцем. А сердце совокупность мышц мыслей, чувства и так далее, и так далее. Об этом может кто-то догматику будет читать. Читали у вас догматика уже? Или не читали? Кто студенты здесь? Читали? Все таки интересно, кто студенты, а кто студенты? Руки поднимите. О, как отсели студенты. Мало, совсем мало. Где-то было шестьдесят заушники могут знать больше, студенты, но тем не менее, все-таки это организовывалось для студентов, для тех. Покуда дойдем до конца, то сдавать никому будет. Поэтапно. Но я думаю, все равно, польза какая-то будет. Сдадите, не сдадите, но тем не менее, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но опять-таки, вот это как самого себя, оно относится к Ветхому Завету. Это очень близко к тому желанию Господню. Это для людей Ветхого Завета. Мы сегодня говорим, что надо любить любовью Господней. Вы все хорошо знаете, что в вашей жизни были такие моменты, когда вы не любили сами себя. Было такое? Поэтому во время благодати мы уже сегодня не можем так говорить, как самого себя. А люблю любовью Господь, который всегда любит. Потому что бывают моменты, может быть, иногда неплохо не любить самого себя, но мы не имеем права это правило распространять на кого-то. Хотя, если бы даже мы так смогли любить, то уже хорошо было бы. Но, к сожалению, наверное, мы даже до этого стандарта не дотягиваем. Наверное, не дотягиваем. Может быть, и так. Может, дотянули, но, слава Богу. Да и вообще, если взять, то мы очень много делаем сегодня по закону. Согласитесь? Знаем, что надо, поэтому делаем. Не потому, что нам хочется так делать. И это хорошо, хотя, что мы так делаем, но самое лучшее, и это действительно тот стандарт христианства, когда мы делаем по желанию и по Слову Божьей. Ведь, согласитесь, что довольно часто мы делаем по Слову Божьей, но не по желанию. Правда, Миша? Но так хочется съездить, да? Но нельзя. Растем потихоньку, шлифуемся, но, к сожалению, по закону. Многое делаем по закону на сегодняшний день. Потому, что знаем, что так надо. Проходится ломать себя, и этого не надо бояться. не надо бояться. Вы знаете, почему? Потому, что, как бы вы не говорили, но, наверное, самый первый ваш приход в молитвенный дом был не по желанию, а по плоти. Правда? Кто-то так вот подавил, пригласил, но поди. Когда пришел, послушал, уже и внутрь заранилось. Вы поняли, о чем я говорю? Сегодня есть, значит, такое мнение, которое не соответствует евангельскому учению. То есть, человек, где-то, поступать не так, как надо, не надо его заставлять, пусть делает, сам дойдет. Библия так не говорит. Так говорит, наставляй, вразумляй, запрещай, увешивай. Сегодня запрещишь, будет под законом, а завтра проникнет в сердце. Протолкнешь туда его. И потом будет хорошо. И опять повторяю, что довольно многие пришли первый раз по плоти. Как будто затянули сюда. То из уважения к маме, к соседу, много раз обещал и не проходил, надо же как-то выглядеть более благородным. И так вот пришел каким-то давлением. А после послушал, и оно проникло в сердце. Если бы кто-то не настал, не заталкнул поди, то не пришел бы. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Поэтому вот это не надо говорить, не надо запрещать, это не Евангелие. Да, я понимаю, что когда это делается под нажимом, это не совсем приятно. Гораздо лучше, чтобы это делалось от сердца. А что делать, если это сердце не позволяет так? А другие люди смотрят. Поэтому Павел не ошибся, когда советовал Тимофею, настой вовремя и не вовремя. Вразумляй, запрещай, увешивай и так далее. Только уже путать не надо, где надо увешивать, там запрещать. Так у нас иногда бывает. Это уже другой вопрос. Но все эти советы, это советы Слова Божьей. И если сегодня кто-то учит не так, как написано, то это уже не Евангелие. Может это приятнее слушать, может быть краснеть так не надо, может быть перед людьми будут люди немножко авторитет иметь, но это уже не Евангелие. Евангелие употребляет все методы. И цель одна, чтобы каким-то образом достигнуть до сердца человека. Я повторю опять старую мысль, боюсь казаться назойливым, но как-то хочется ее повторить, что есть два пути, которыми Бог пользуется человеком. Первый лучший путь, когда он достигает до сердца, и с сердца идут желания к голове. Это лучший путь. Но иногда бывает настолько жестокое сердце, в нем родить ничего нельзя. когда Бог начинает действовать через голову. Вкладывает слово в голову и через голову, через разум вложит его в сердце. И вы наблюдали. Было время, когда вы что-то делали, не знали, и вас совесть не судила. Когда вам сказали, все, как только вы это сделали, уже совесть неспокойна. А в чем дело? В чем была разница? Тогда это слово Божие не лежало. Оно не возбуждало совесть. были вне знания. Но когда через разум слово Божие проникло в сердце, оно стало живым, стало реагировать на грех. Поэтому лучший путь из сердца к голове, но путь Божий тоже Божий путь от головы к сердцу. И там, где сердце не реагирует, Бог дал нам голову. Так написано. Один брат говорил так, когда я стану говорить, вы, наверное, догадаетесь, кто. А может, не догадаетесь, кто. Потом пойдешь, сядешь, хор попаешь, а меня совесть не судит. А я совершенно спокойный. И там могу побыть, и там побыть. Но Библия говорит прямо, что общего у света с сосьмой. Какое согласие у Христа с Велиаром. Какая совместимость храма Божия с идолами и так далее. Так ты положи это в сердце и уже не будешь говорить совесть не судит. Она сожженная эта совесть, потом она не судит. Поэтому она и не судит. Ее сожгли. Ее очень просто сжечь. Вы на практике жизни знаете. Первый раз согрешить очень трудно, правда? Второй раз уже легче. Третий раз чуть-чуть. А уже десятый раз все нормально. Вы уже будете других убеждать, что это не грех. Голову ложить на колодку это не грех и все. Хотя первый раз ой как трудно было сделать. А уже десятый раз все нормально. все так делают. Но Библия говорит нельзя. Совесть не судить, она не в Духе Святом. Апостол Павел говорил так. Швидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Вот это то, на что надо обращать внимание. Если совесть не в Духе Святом, она не будет судить. Она не будет судить. И будешь делать, и будет нормально. Но это ненормально. Потому что Слово говорит, что такого не должно быть. Когда же собрались форишеи, какие вопросы есть? Может по этому материалу кого-то есть? Свои собственные взгляды, пожалуйста, можете их высказать. Но оно как нечистое животное считалось. Но когда крест в войне остается святого ввода крещения, а потом еще заново крещение святым Духом? Да, это два разных акта Господних. Потому что когда мы принимаем крещение, то есть нас погружают в воду, а после вынимают из воды. И вот это крещение называется обещание Богу доброй совестью. Когда нас погружают в воду, то мы умираем для греха. Мы говорим Господи, что сегодняшний дня, и я умер для греха. Но соседей обижаться не буду, мужа ругать не стану, буду делать шок, меня нету для греха, ну нет, умер я. Когда поднимают из воды, означает воскрес для новой жизни. Буду все делать хорошо, обещаю тебе Господи. А крещение Духом Святым, это когда Дух Святой Господь вливает в сердце. Когда человек не крещен Духом Святым, Дух Святой пребывает с ним. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Вы помните, как бывает со всяким рожденным от Духа? Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и что? И куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. А когда крещен Дух Святой Он никуда не уходит и не приходит. Он живет. И в этом есть разница. Поэтому крещение водное и крещение духовное это два разных переживания и они имеют большое значение. И то, и другое. Но это не одно и то же. И Библия говорит прямо, что все вы одним Духом крестились в одно тело и все напоены одним Духом. Иудеи, Илегелины и так далее, и так далее. То есть крещение Духом объединяется в одно тело народ Господин. Если говорить таким языком, это три стихии. Или как сказать? Я называю их три стихии. Вы помните стихии разгорывшись разрушатся, земля не сгора. Вот вы читаете Библию. Есть ангел, имеющий власть над огнем. Помните? Потом видел ангела вод, который отвечает за воды. Все то, что мы сегодня видим, движение ветра, эти бурь, эти ураганы, за ними стоят ангелы. Вы помните о Египте написано? Послал на него ярость и бедствие. Посольство злых ангелов. Материя сама по себе она не движется. И вот в каждой этой стихии есть ангел свой. Вы помните, был ангел откровенно описан, который имеет власть над адом. Есть ангел вод. И есть смерть естественная. Вы поняли меня? Есть очень много людей, которые погибли в водах моря. Их там тела остались. Они принадлежат тому ангелу, который командует всеми водами, я так называю. Ну, как по-другому назвать? Самоубийцы это жертвы ада. Ад отдал мертвых. Хотя все мертвые духи и естественные смерти умершие. И в водах они все направляются если не верующие в происподние места последствия жертвы ада. Он должен жить, он покончит жить самоубийством. Это сделал дух самоубийства. Вы меня понимаете о чем я веду речь? Одни погибли в море, другие стали жертвой ада. демоны демоны прорвали жизнь раньше времени. Это жертвы ада. И естественные смерти умерли. Поэтому все эти стихии отдадут своих мертвых. Вы помните, что во время Кореидафана и Верона были люди, которые живыми сошли в преисподнюю, когда земля разверзлась. Это были жертвы ада. Только я просто боюсь вас запутать. Вот допустим, все смерти, которые совершаются, это результат действия дьявола. Но когда человек кончает жизнь самоубийством, это только демонический мир замешан напрямую. Если он доживает все свои дни, это нормальное явление. Вы хорошо должны понять, и это очень важно понимать это правильно, что Иисус взял на себе наши грехи и преступления. Он искупил наш дух. Но наше тело до сегодняшнего дня оно стареет и разлагается. Вы понимаете? Оно ожидает искупления и усыновления тела, ожидает еще. Так написано, а то не я выдумал. Представьте внимательно. Поэтому касательно нашего духа, он уже живой, он уже воскрес. А наше тело до сегодняшнего умирает, оно ждет своего времени. Уловили вот эти детали. Тело наше, дух наш искуплен, он обновляется с каждым днем, а ветвий человек что делает? Тлеет, ветшает, и он будет восстановлен только в пришествии Господа. Это время его искупления. Еще раз повтораю, дух наш искуплен, он возрожден, он живет, он обновляется, он не клеит, а тело до сегодняшнего дня клеит. Для него есть время, и потому очень много, допустим, что касается проклятия духа нашего, то практически Иисус снял все. Что касается тела, хотя мы покаялись, но мы все равно будем умирать. Медленно, но будем умирать. Что касается болезни, Иисус Христос, был человек безгрешный, но помните, что о нем написано? Муж скорбей, что с ним было? Куда вы это денете? Это был муж скорбей, изведавший болезни. Но вы понимаете, что плоть есть плоть, та она будет восстановлена, да, она ожидает искупления, и ни один атом нашего тела не станет жертвою ада, иначе нельзя будет воскрик смерть, где твоя жало, ада, где твоя победа? Если бы наше тело не было восстановлено, то ад показал бы, смерть, где твоя ада, где твоя победа, а он, пожалуйста, лежать. вот 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 моя победа. Но ни один атом не останется в земле, иначе будет неправедным Слово Божие. Воскресит, а воскрешается мертвое. Поэтому очень многие вопросы, может быть, очень многие, это слишком сказано, многие, они для нашего тела составляют проблемы. Хотя сегодня есть учение, которое учат и говорят, но практика жизни говорит другое. Взял исток проклятия, взял на себя, согласен полностью. Но после лица ты будешь есть хлеб, остается в силе? Остается. У болезни будешь рождать детей, остается в силе? Или для вас не остается уже? Для нас нет. Ну для нас нет, конечно. Конечно, для нас нет. Мы не знаем, что это такое. Но после лица добывать хлеб остается. Для вас остается. Кому что? Остается, потому что к телу относится. И если Бог говорит, что время начнет суду с Дома Божия, то касается нашего тела. Когда мы по хлебопроломлении читаем, предупреждаем друг друга, то мы участвовали в хлебопроломлении достойно. Ибо кто будет есть и пить недостойно, то что будет? От того многие из вас что? Немышны. Дальше что? И больны. И еще что? И немало умирает. Ибо как дальше написано? Сами себя. То что было? Не были бы судимы. А будучи судимы, что делаем? Накаживши от Господа по плоти, в плоти. Для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Куда мы это можем деть? А то никуда не денем. Практика жизни говорит, что так. Потому как ты не крути, как ты не верти, надо признавать некоторые вопросы. Наши теологии хромают. Хромают. И кто-то однажды сказал, не работает. Написано что-то не работает. Не работает. Потому что написано не так, как ты думаешь. Не работает. Не может работать. Как оно будет работать, если Бог не имел ввиду то, что мы сейчас еще не имеем ввиду. Не ужели от того, что я сегодня гепископ говорю вам, конечно нет. Его ищенно остается ищенно. Мало того, что-то я говорю, и кто-то еще выше говорит. Но если я говорю не то, оно все равно не пойдет за мной. Что-то не то. Поэтому некоторые вопросы просто нам надо думать. Сестра она имеет конкретный вопрос. Дело в том, я тоже буду повторяться, что в Библии слово душа, если будем смотреть по контексту, оно может употребляться в двух значениях. В значении жизни и в значении духа. В значении жизни и в значении духа. Я попытаюсь вам объяснить, почему именно так употребляется. У Библии, смотрите, читайте вы самую первую страничку Библии. И создал Господь Бог человека из праха земного. Первая часть. Дальше что он сделал? И вдул в него дыхание жизни. Другими словами дух вшелил. И тогда что стало? И стал человек душою живою. Вы видите, что покуда было тело, покуда был дух, то не было живой души. Не было жизни. Когда они соединились, образовалась душа или жизнь. Я очень часто говорил так. Вот если, правда, у меня слишком тяжелая Библия, вот если вот эта кафедра, это тело, а вот этот дух, то звук, это душа. Вы поняли меня? Жизнь, движение, когда они с тобой вместе, звук произошел. Поэтому если мы вот с этой точки зрения смотрим, то когда разделяется тело с духом, то душа исчезает, как жизнь. И вы помните, когда Христос умер на Голгофском христе, что произошло? Он предал, что на смерть? Ну, смело-смело говорите. За то, что предал душу свою на смерть. А дух куда делся? Отче в руки твои предаю дух мой. Потому что дух не может умирать. Вы поняли разницу? Поэтому когда стоит дух, душа и тело, то дух понимается, это бессмертная частица, которая наследует вечность. А уже душа в таком контексте жизнь, которая исчезает с разделением тела и духа. Но когда мы читаем писание, я увидел души убиенных поджертвен, которые возопили, доколе владыка святой истины не судишь и не мсти живучим на земле за кровь нашу. То есть здесь уже по словам душа понимается дух. Почему? Я объясню почему. когда Бог вложил в нас дух при зачатии, это был неразвитый дух, это было начало. А в процессе жизни Он постигал истины Господни, Он повредил качества необходимые, чувства, Он их взял из жизни. Вы помнили меня? И когда Он отходил в вечность, это уже был не тот зародыш, это было нечто сформированное и сформировано жизнью. Вот почему вот в этом смысле слово очень часто слово душа вытребляет в смысле дух. Но поняли немножко о чем я вел речь? Почему именно иногда дух и душа взаимозаменяемые? Потому что Он приобрел те качества, которые проявлялись в жизни, когда душа была жива. Что такое душа? Эту жизнь, что она состоит? Это наши чувства, это наши желания, это наши направления, это наш интеллект в конце концов. И все это уносится вместе с духом. Поняли меня? То есть как бы одежку себе приобрел, что ли? Поэтому вот это вот разночтение или одно и тоже, одна и та же сущность по-разному называться, она имеет свой смысл и оттенок. дух, который отходит в вечность, это уже не тот дух, который был в начатии. Совсем другой потенциал, другие чувства, разум другой и так далее. Поэтому я отвечу на вопрос или не ответил? Духи, если правильно вводить бессмерт, частицы, у неверующих людей они идут в ад. Ад это темница для духов, для демонов, для падших ангелов. Читайте Иуда, вы там найдете. И связав их узами адского мрака, блюдет их на суд для наказания. А люди идут в то место к тем хожевам, которым они служили. И ад это не место конечных мучений, это только временное. Ну, в глубине земли, на нашей же планете. Христос сходил в преисподние места земли, чтобы сделать там разделение. Мы об этом тоже, наверное, уже говорили. Может быть, еще повторяться будем. И вторая планета, есть рай. Павел находится на границе второго и третьего неба. Вы помните, он был еще на рай до третьего неба. Только никогда не говорите на третье небо. Так не написано. До третьего неба. То есть на границе второго и третьего неба. Это планета рай, где находятся души праведников, которые ожидают своего воскрешения. После воскрешения или после восхищения уже будет не рай, а новый Герусалим, который где-то стоит во глубине вселенной. Этот прекрасный город с откровения Иоанна. Рай это временное место. А ад в второе воскресенье будет ввержен в озеро огненное. Смерть и ад и все силы вражей будут ввержены в гиену огненную. Там будет плач и скрежет зубу. Поэтому это что-то более страшное, чем ад. В аду мучат только демоны. И вы можете эти мучения немножко представить, когда вы видите людей огненную. А уже в озеро огненное там будет и смерть, и ад, и все силы вражей. Был брошен в озеро огненное и так далее. Поэтому это все временные места. И ад, и рай это временные места. Какие еще вопросы давайте? Что-что? Это есть огонь? Вот спросите у тех, кто однажды был одержим, как он палит их. ржет кругом. Это есть огонь? Ангелы, по сути дела, это сегодня не нам представлять, как люди с крыльями белого. А в самом деле это сгустки энергии. Поэтому тут ничего удивительного нет. И Бог именно таким языком нашим человеческим объясняет все мучения. Самое страшное для нас то гореть в огне. Это одно из страшных мучений. Поэтому здесь нету недопонимания и столкновений каких-то мнений или мыслей. А уже допустим в озере огненном там горят будут и демоны. Сейчас от них горят люди. Это Библия. Библия будет мучиться день и ночь во веки веков. Да, вечно. Потому что Бог сотворил все вечным. Если бы это было так, тогда было бы полбеды. Погорели беды и все. Но все дело в том, что-то не так. И я вам объяснял почему. Что дух нельзя уничтожить. Он не уничтожается. Его можно только связать и ограничить действия. Заключить где-то. Материя распадается и то не совсем. А дух разный. Каждый будет по заслугам. Но это уже такой вопрос. Его вам никто не объяснит как это будет. Это мы знаем поверхностно довольно, знаем, что будет, а как будет. Ну, знаете, это вопрос такой, на котором мы... А что вы думаете, если человек бездейственно лежит, как колода, ему это приятно? я думаю, если Бог назначил такое время, одно удар на небе, что тут страшного? Ну, да, конечно. Поэтому здесь вопросы. Не всегда так, не всегда так умирали. Хотя, допустим, у каждого Бог что-то предназначил, есть вполне определение, почему Он так делает. Поэтому откуда вы знаете, почему? А вдруг это действительно подделка тех же самых людей, это и смерть за Христа? Откуда вы знаете? Павла отубили на плахе голову, а кому-то подстроили авару и погиб. Но мы же не знаем, что получается. И дьявол этим занимается, чтобы погубить, поэтому здесь так судить нельзя. И я нисколько не сомневаюсь и свидетельству прошлого, что очень многие наши братья погибли в авариях, которые были подстроены. Или что вы будете думать? Какая тогда разница, что один в тюрьме погиб, а другого так уничтожили? Это те мученики, которые свой кровь пролили за Христа. Поэтому здесь уже рассуждать мы просто напросто не можем. Просто глупо рассуждать над тем, чего не знаешь. Как Бог допустил, так и есть. Хозяин знает, что делает. Поэтому мы еще не можем рассуждать, что это наказание у Бога по-другому смотрит. Поднуждение знает, откуда все это произошло. Это нечто похожее было с Иовом. Пришли, увидели и давай выдумывать почему. Ты такой, да ты такой, да ты такой, ты такой. Оказалось, там было все совсем по-другому. Пришел дьявол, да и давай клеветать. Отними, посмотрим. Ну, отними, посмотрим. А если поражу, ну, поражи, посмотрим. Вот и все было. А друзья, когда пришли, так они стали придумывать, и они говорили на собственном опыте, что они видели. Этот опыт не распространялся на Иово. Поэтому здесь просто слишком разумные люди говорят, или слишком глупые. Это одно из двух. Ну, читаем дальше. Когда же собрались фариши, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын? А врат ему Давидов. Говорит им, а как же Давид называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуи меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. И так ищет Давид, называет его Господом. Как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть здесь Иисус указывал на свою природу божественного происхождения и по плоти от сына Давидова. И еще раз показал им, что он прекрасно знает Писание, они его не поймают. Потому что здесь написано. И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того времени никто уже не смел спрашивать его. То есть Иисус подчеркнул в этом месте Писания ту очень важную деталь, на которую фаришей не обращали внимания. Они обращали внимание на плотскую сторону, а то, что Давид называет Господом, они не обращали, он им показал, да они посмотрели правду, и поняли, что с ним говорить бесполезно, его не поймаешь на слове. 23-я глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом считалище сели книжики фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобно и возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстов двинуть их. Все же дела свои делают тем, что видели их люди. Расширяют хранилище, это повязки на лбу и на руках со словами из закона, и увеличивают воскрылие одежды своих. Также любят предвозлежание на першествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель-учитель. То есть вот здесь Иисус Христос говорил о тех предстоятелях народа, которые должны были истину говорить народу, которые заняли место учителей, но учили не тому, чему надо. Они, говорят, связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, и их людям возлагают на плечи. И что самое страшное? А сами, говорят, и перстом не хотят двинуть, чтобы исполнить. Поэтому, что они вам говорят делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Вы знаете, вот это, говорят и не делают, не относится к тем людям, которые хотят делать, но не могут пока. Это люди сознательно накладывающие бремена на других людей, а сами даже не желающие и перстом двинуть. Вот на этом тексте очень часто дьявол ловит верующих. Не секрет, что многие из нас говорят, но что? Не потому, что не хотят, не могут. Они стараются, но не могут. И это неравнозначно вот этому тексту, который здесь написан. Они говорят, не хотят. Одно дело, не могу, а другое не хочу. Вы, наверное, разницу видите большую. Не могу и не хочу. Это не одно и то же. Хотя результат внешний может быть совершенно одинаковым. Но при рассмотрении Божием Бог не одинаково рассудит о людях. Что не хочу и что не могу. У нас всегда разум идет впереди наших возможностей. И бывает так, как в басне око видит, а зуб не мед. Но такое часто бывает. Разум человек понимает, а на практике жизни, но просто не способен на это. Потому что узнать проще сделать гораздо труднее. Знать, как надо поступать, одно, а поступать, как надо, другое. Это не одно и то же. Хотя вся цель Божьей работы над нами не только научить нас, как поступать, но и сделать нас способными поступать. А это делается во времени и при определенных действиях Божьих в отношении нас. Нетерпеливы даже Бог будет учить терпению через скорби и трудности. Обидчивы будут обижать до тех пор, покуда не перестанешь обижаться. Говорят, клинклином вышибают, да? Потому что если человека огородить со всех сторон и не дать возможности другому коснуться его больного места, он, во-первых, знать не будет себе, что он такой, и, во-вторых, он никогда не отшлифуется. Поэтому в нашей жизни очень часто Бог предоставляет право кому-то надавить наше больное место. И тогда бывает так, или ты исправишься, или ты рассыплешься. Одно из двух. А так просто не может быть. Итак, все, что не велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они, говорят, и не делают. Поэтому вот этот текст очень хороший, дает нам предупреждение. Мы часто говорим так, а я его слухать не буду, он читая, а не делает. бывает такое, особенно если нам что-нибудь не нравится. Это его дело не делать. Это неправильные поступки. Так не должно быть. Потому что тот, кто читает, первый должен исполнять. Но бывает, что не исполняет. Поэтому наше дело исполнять и слушать. А по делам не поступать. Видите, что я неправильно поступаю? Имейте полное право не поступать так. Но я все читаю из Библии, прежде всего я себя буду судить. Ну и вы никуда не денете, слышали. Уже не скажите, что мы не знали. Или, а вот он не делал. Не делал, не могу, не делает. Но оно написано для всех. Потому Христос здесь конкретно и подчеркнул именно в это положение, вот эту мысль. Что они говорят вам делать? Что? Не делайте, что они не делают? Делайте. Делайте. А по делам не поступайте. По делам не поступайте. И вот основное такая болезнь, которая была и в настоящее. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, чтобы иметь авторитет в обществе. А в самом деле они бы с удовольствием не делали бы. Они хорошо знали, через что не могут иметь авторитет, хорошо знали, что людям нравится, через что можно в некоторой мере возвеличить себя, и они делали. Но Иисус видел причину, почему они так делали. И открыто раскрыл все это. Что-то они делают не из ревности по Боге, не потому, что они хотят исполнить волю Божию, а чтобы иметь авторитет у людей. Вот причина была. Она была раскрыта. Также любят предвозлежание на першествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель, а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвышится. Вы знаете, вот эти все вот откровения Божьи, они очень часто свойственны людям. И обижать их не посадят на определенное место, все бывает, потому что такие люди, я в таких случаев знаю, тоже, когда очень обижались, помню, один брат приехал, уже в вечности, были хорошие братья, я его просто не вызвал. Знаете, сколько скандалов было, ты что, меня не видел? Я говорю, видел, видел, меня уже было распределено, просто не позвал, и все. Вот так часто бывает. Люди настолько дорожат своим авторитетом, иногда кажется, какое-то такое уродливое явление, такого не должно быть, такого не должно быть, но оно есть. И чтобы люди звали их учитель, учитель, а вы не называйте их учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Это такая прямая противоположность тому учению распространенному, когда сегодня у нас на земле есть православие и так далее. Отец благочинный, ваше высокоблагородие, да, и как там их называют, не знаю. Вот так люди себе понабирали. Христос прямо сказал, не называйтесь так. Папа римский, не называйтесь так. Я думаю, прямое нарушение слова Божия. Хотя, допустим, апостол Павел и писал не один раз, что говорит, я, как отец, но он имел в виду свою работу, которую он проделывал. Он никогда не считал себя чем-то особым. Чтобы именно в этом смысле слова, как говорит, отец всех народов восьми сторонами был, да, помните? И так далее. А еще они. Я знаю одного брата, это не наш брат, это американец, довольно известная личность, да он никак свою супругу не называет, как только мама из всех верующих. То ваша мама будет говорить. Как хочешь, так и слушай, как-то и уши режет, и все. Ну, вот так. И не называйтесь наставниками, ибо один вас наставник Христос. Наверное, сегодня у нас иногда наставники учитель считается одним и в одном и том же смысле употребляется. Вот здесь Библия дает разный смысл. Учитель и наставник. И, наверное, от слова наставлять, да? А учитель немножко другой смысл заложен в слове учитель. Да? Учить. А учить и наставить вот такой тонкий нюанс, но он есть. Не все умеют наставлять, правда? могут изложить что-то и глубоко изложить. А вот наставить нет. А наставить нет. Это просто особые люди и в том, и в другом случае, которые должны заниматься своей работой. Есть, допустим, довольно много братьев, которые проповедь не могут связать два слова. Они никогда не проповедуют. Но побеседовать, у них прекрасно все получается. поговорить, наставить, а проповедь не идет. И знают и Писание, и все. Нет, не его работа. Учитель, наставник, проповедник, апостол и так далее. Не получается, потому что должны быть в церкви и те, и другие. Не всегда, допустим, вы еще можете услышать от проповедника. У него есть тема. И он ничего другого знать не хочет, когда выйдет, правда? А уже когда в беседе, тут, может быть, самые различные вопросы затронуты. Конкретные, на самые разные темы, на самую различную глубину и так далее. Потом у церкви бывают те и другие. И никто не лишний. И никто не лишний. Больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Кто унижает себя, кто не ставит себя очень высоко. Есть люди, которые знают себе цену. Он так о себе расскажет, что вы просто диву будете отдаваться, что за человек. А в самом деле простой, наверное, человек. Есть люди, которые умеют говорить очень хорошо. И так что-нибудь выложит, кажется, одни чудеса, там просто родовое служение, да и все. Но они умеют рассказать. И вот тут одна деталь такая, возвышает сам себя, но унижен то будет Богом. И это серьезные вещи. Когда-то один из братьев американцев рассказывал другому американцу, я это тоже однажды рассказывал, когда он, ну, наверное, все-таки был талантливый проповедник, наверное, ну, что-то было такое пастырское, наверное, Библию знал неплохо, вот он у него было такое правило выходит, ну, это же, конечно, я уже читал. И так каждый раз. И вот однажды, говорят, гуляли дети, а у них же библиорожительных форматов бывают, ну, и жевательную резинку кто-то бросил Библию и склеил два листочка. И вот он выходит и опять повторяет, ну, это, конечно, я уже читал, вы уже это знаете, и читает. И, значит, о ковчеге. Но начал с того, другая тема была, и пошел, и взял себе жену, перелись в страничку, длина ее 300 локтей, высота 150 локтей, говорит, а вот это я еще не читал. А Бог умеет все поставить на место. А вы знаете, получилось разные склеены, листки, и он перелистывая, взял себе жену, а дальше про ковчег, и получил, и взял, говорит, себе жену, длина ее 300 локтей, высота ее столько, как тракотажный, дом жену взял, получил. Пожалуйста, очень легко и просто все у Бога получается. И уже после этого он не говорит, я это уже читал вам, потому что однажды он прочитал такое, что никто не мог прочитать, но он прочитал. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горы вам, книжники и фариши, и лицемеры, что затворяйте Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Вот смотрите, насколько важно было их учение и их поведение перед народом. Они не просто делают какой-то вред второстепенный, но самое важное упускали, они не вели в Царство Небесное. И не просто не вели, а мешали затворяйте Царство Небесное человеком, ибо сами не уходите. Смотрите, это же страшное положение, когда человек находится на служении перед Богом, когда его миссия заключается в том, чтобы вести к Богу, и он сам не входит, и других не допускает. Наверное, больше вреда трудно придумать. И это люди высокопоставленные были, у которых была задача раскрыть, чем пошире этот вход, доступным и сделать. Говорят, сами не входите, и других не допускаете. Но я нисколько не сомневаюсь, что они думали, что они находятся с головой Царства Небесного. Вот так часто бац с людьми, которые попали в заблуждение. Скорее можно смутить того человека, который находится во спасении полностью, чем того, кто попал в заблуждение. Вы, наверное, это наблюдали. Скорее поколеблешь того, кто во спасении, чем тот, кто в заблуждении. Они никогда не сомневаются ни в чем. Вот так или не иначе. И вы знаете, почему? Я скажу одну такую истину, почему у них так получается. Почему я на это обращаю внимание? Я таких людей встречал. И не где-то в Америке здесь, и не так давно. Их голова стала их Богом. Их голова стала их Богом. Они говорят так, так написано, но они не понимают, как написано. И когда Бог начинает им говорить об этой истине, что-то надо вот так и так они говорят, это от дьявола, потому что так не написано, вот так написано. Вы поняли, о чем я веду речь? Это очень опасное положение. В таких случаях Богу очень трудно наставить такого человека. Потому что он думает, что он знает Писание, а он его не знает. И он берет этот аршин, меряет, и Бог говорит ему, а он не принимает. Я даже столкнулся с таким явлением. Когда с одним из братьев ездил, после смотрю, я говорю одно, он говорит другое, я ему сказал, слушай, или ты молчи, или ты не ездил. Он очень сильно разобиделся. Там были вопросы о духе спятом, такие распространенные, можно сказать, нестандартные и так далее. И когда он пошел домой, огорченный, конечно, и ему шнется сон, но слушайся только внимательно. Я ему как говорил, я говорю, на наши люди смотрят. И все такие, в конце концов, я буду последнюю точку ставить, не ты. Они себя послушают, идут ко мне, а как это? И в конце концов, мне приходится их опять переубеждать. Хочешь, без меня есть, поповедую, что ты хочешь, то будь добрый. Или молчай, или говори то, что я говорю. Знаете, особенно когда человек пожилой, они думают, что они все знают. Меня будут учить, или меня остановили. Знаете, как для людей, меня остановили. Вот он пришел домой, в такой обиде, и вот ему шнется сон. Он построил дом, крышу, и пришла правительственная комиссия принимать его дом. Говорит, этот из правительственной комиссии, говорит, слушай, заделай вот эту дыру, которая у тебя стена провалена. Гляну, правда стена провалена? Говорит, люди ходят по улице смотрят, я тебе не могу принять твой дом. Немедленно заделывай эту пробоину. Он пошел, значит, одному брату рассказал, что вот так и так, вот я с Николаем поконфликтовал, и вот такой сон приснил. Говорит, правильно он тебе говорил? он для тебя правительственная комиссия, он тебе говорил в собрании, на нас люди смотрят, ты одно, а я другое. Заделывай эту пробоину. Он говорит, это от сатаны, я знаю Писание, и мне другого не надо. вы понимаете, такого все-таки и Бог не может проразуметь, он ему говорит, это от дьявола. Откуда, говорит, я знаю, кто это говорил? Вот то, что написано, то я знаю, а кто это говорил, не знаю. Это довольно опасное положение, когда голова собственно становится на место Бога. И то, что Бог ему говорит, он эту сторону ставит, а что сам понимает, это правильно все. Поэтому, я же говорю, есть много таких интересных вопросов. И, наверное, по этой причине очень часто люди находятся в неведении. Ну, у него... Да, он знает себе цену, очень высоко себе мнит. Никогда, всегда где-то один процент ставьте, что неправильно. Вы поняли, о чем я говорю? Если только вы уверены, Бог подтвердил, вы знаете, что Бог говорит, что не глухой Бог и не немой. Это другой вопрос. Но если вы что-то поняли, и вам кажется, все равно где-то... А вдруг? Проверьте сотни раз, получите подтверждение, и тогда будете стоять, а иначе не получится ничего. Иначе можно где-то упереться и проповедовать, настаивать, и сам не будешь знать, на чем настаиваешь. Это довольно серьезный вопрос, вопрос учения. Это очень серьезные вопросы. И все, допустим, проблемы, все отклонения. Вот эта масса динаминаций христианских, это только потому, что кто-то не стоял на стаже в свое время. Кто-то так понял, так научил, не посчитал нужным проверить и пустил в дело. И это были люди не задних рядов, как мы сегодня говорим, это были люди, стоящие за кафедрой и выше еще. Поэтому вот этих вопросах, ну, наверное, тем, кто учит, надо стоять на стаже более, чем кому. Они уже давно ушли из жизни, а их ошибки повторяют, а их учение идет, а им наслаивается, а когда-то придется рассчитываться. за это все. Поэтому горы вам, книжники и фарыщи, лицемеры, что поедайте дамы в долг и лицемерно долго молитесь, зато примете тем больше осуждений. Смотрите, даже молиться можно долго лицемерно, но я думаю, у себя дома в закрытой комнате не будете лицемерно молиться долго. В собрании да, можно, но дома никогда. Никогда не будете лицемерно молиться закрыть, чтобы никто не видел и долго молиться. Но я думаю, таких не было еще. Поэтому вот Христос здесь предупредил. Оказывается, лицемерно все можно делать. И даже молиться можно лицемерно. Дома нет, я думаю. А, и долго, да. И долго. Чтобы люди сказали, о, молиться. Как долго, как хорошо и так далее. Если бы это в практике жизни не встречалось, то, может, не стоило бы и говорить. Я помню, однажды, это было давно, тоже, одна сестра, помню даже, где мы были в собрании, в Дермановых, там около кладбища, и она так ущердно молилась. На ответ, вы знаете, сколько молиться на ответ, когда есть сосуды, и Бог не говорил. Всем говорил, а ей нет. Я пришел домой, и Бог говорит, ты знаешь, почему я ей не ответил? Она говорит, хотела, чтобы я ей ответил, и через это в глазах людей быть особым человеком, с которым разговаривает Бог, и это же потом я не ответил. А уже так ущердно старалась, ну, думаю, ну, почему Бог не отвечает? Оказывается, иногда люди хотят за счет Бога пробиться у людей. Ну, громко, я тоже горлатый громко молюсь. Да. Ну, здесь вопрос стоит, знаете, что есть люди, которые так научены, просто надо учить людей, потому что если один кричит, а другому это в тягости радость, он ничего не слышит, то той радость не получает тот, кто молится, и кто рядом стоит. Но с другой стороны, одна сестра говорила так, если я не покричу, то у меня вера нечто Бог услышит. Ну, тогда как ты запричишь кричать? Даже отнять ее веру. Да просто надо учить, чтобы не кричала. Но когда они рождаются тридцатилетиями, вот тогда как понять? Все рождаются, да рождаются каждый день. А тут уже не поймешь такого рождения. Такие затянувшиеся роды. Такого не бывает, наверное. это уже просто элемент культуры христианской, норма поведения какая-то. Поэтому Павел довольно часто и учил. Помните, Коринф учил, как надо, как надо пророчествовать, как надо молиться. То есть, некий порядок хотел, чтобы был. Естественно, что оно не может быть так уже четко расставлено. Кто-то возвысил голос, кто-то... не должны на выпередке кричать. Кто-кого. Ну, тот возвысил, но ты немножко потише, а то он громче, а я еще громче. Он громче, а я еще громче. Остальные не знают, что делать, что у них такое происходит там. Но бывает же такое. Поэтому молитвы шумные, они обычно бывают громогласные. Ну, конечно, на виск переходить то ненормально. Ну, вы же понимаете, что надо часто так же, что аж визжат. Ну, то ненормально. Должен быть четкий язык, конкретный, громкий. Это не значит, что должны шепотом. Но, тем не менее, есть какой-то порядок. Но все дело в том, как во всяком обществе есть люди разных взглядов, разного характера, разного темперамента. Просто иногда нужно уметь сносить друг друга. Где-то поговорить, подсказать и так далее, чтобы было хорошо все. Горы вам, книжники и фарыщи, и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. оказывается, и такое может быть, когда работают, трудятся, обходят море и сушу, а после что? А учат не тому, чему надо. Просто обманут людей, что все нормально. Все-таки, а то же веруют, что люди призывают ко спасению, а Библия прямо говорит. Это не просто, допустим, мы где-то из опыта просмотрели, увидели и рассказали. Так написано. Обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного из них. Это значит, надо работу великую проделать. А когда обратите, то что делаете? Сыном гиены вдвое худшим вас. Пожалуйста. И если бы это не случалось в жизни, наверное, здесь не было бы отмечено. Но такое бывает, такое и есть. Такое и есть. горе вам вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, золото или храмы, смещающие золото? Смещены ценности. То есть, земное стало на первом месте. И так и относились эти книжники к этим материальным ценностям к храму. Самое было для них дорогое, а это материальное. И они так и учили. Гором вам, вожди слепые, которые говорите, что они так учили. Если кто поклянется храмом, то ничего. А если поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? А также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Просто Бог указывает на некоторого рода превратное понимание в связи с материальной привязанностью. И это настолько важно, что вот эта привязанность к материальному, к земному, она делает превратным разум. И люди так учат. Есть не столько вот эти жертвенники дар или храм и золото, сколько вот эта привязанность линия. Если неправильно к чему-то привязаться, то и мышление будет неправильным. Пойдешь на поводку. Итак, клянувшийся жертвенником клянется им и все, что на нем. И клянувшийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянувшийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. А горы вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, а они все и тмина. И оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Чие надлежало делать и того не оставлять. Смотрите, что получилось. Когда они сами привязались к земному, то и переоценка ценностей у них самих стала. Они сами стали обращать внимание на десятины, а забывать о суде, о милости и вере. Для них было главное получить эту десятину. И они тогда считали, и нам самое главное отдать десятину, а все остальное это второстепенное. Вы поняли, как произошло? И вот своим поведением они стали показывать, к чему они привязаны. Хотя давали сами регулярно эту десятину. Что всего буквально. И Господь за это не осудил. Но Он сказал, все-таки, вы оставили важнейшее второстепенное-то вы делаете, потому что оно вам важным стало. А важнейшее стало второстепенным, и вы забыли. Оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сея надлежало делать, и того не оставлять. Важите, слепые. Отсаживающие комара, а верблюда поглощающие. Говорят вам в книжке фарисе и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой. Очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чисто было и внешность их. Смотрите. Оказывается, внешним можно только прикрыться. И Бог говорит о том, что внешнее не имеет значения. Он говорит, внутреннее должно быть таким же. Потому что, если вы только внешне ведете себя как положено, а внутреннее, то мне этого не надо. Мне надо, чтобы и внутри было чисто, и снаружи чисто. Потому что то, что наружное, люди видят. Это для них надо. А внутреннее мне надо. Поэтому я заботюсь и о внешнем вашем виде, и о внутреннем. А вы, говорит, только чистите наружность, а внутренность забываете. Чистите внутренность, чтобы чисто было и наружность. Чтобы как вас увидели аккуратными снаружи, чтобы такими же аккуратными были и внутри. Потому что если вы считаете только наружное служение, а внутри совсем не то, что вы показываете, тогда нет пользы никакой. Это просто обман будет. Говорят вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляет окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Это вот так вот Христос сравнил внутреннее состояние фарисеев с гробами окрашенными. И Он не сказал, что гробы должны быть некрасивые. Упалили меня. Но Он упрекал за что, что вы снаружи кажетесь красивыми, а внутри не те. Вот в чем дело было. Не то, что Он хотел видеть, чтобы снаружи был не раха, а внутри чистоплотный. Такого не бывает. Понимаете, что я говорю? Но не бывает, чтобы внутри был не раха, а снаружи чистоплотный. Или наоборот. Одно следует за другим. Поэтому говорит сначала, очисти внутренность, чтобы чиста была и внешняя. Христос не сказал, очисти внутренность, а мне без разницы какой-то внешней. Не, Он так не говорил. А чего не есть? Почему я и говорю об этом? Что Богу без разницы, какие мы снаружи. Извините, не без разницы. Если Он сказал, так же, чтобы и старыцы одевались прилично святым. Кажется, ну что той старыцы уже одеваться, как прилично святым? Кому она нужна? Ну, 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 старыца. Чтобы и старыцы одевались, как прилично святым. Не порабощались в пьянство. Были вот такие, 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 и так далее, и так далее. Оказывается, для Бога не безразлично. То что говорить молодым тогда? Не обращать внимания? Ну, по крайней мере, нелогично. Нелогично. Не по Слову Божию. Ну, и как хотите выразить эту мысль? Все должно быть аккуратно. И у молодых, и у старых. Потому что неприлично святым быть нерахом, и так далее, и так далее. Хотя сегодня, допустим, есть такое мнение, что чем хуже, тем лучше. Чем нерашливы, тем более смиренны. Это глупость, по крайней мере. Быть нерахою и быть смиренным, это совершенно противоположная вещь. Это совсем не одно и то же. Поэтому у Бога все на должном уровне. Да? Да, внешний вид. И там право, чтобы одевались в прилично святым. Чтобы не сказали, что верующие нерахи, или еще что-нибудь. Да, как бомж какой-нибудь. Вы знаете, что есть, поспеваются, вы это знаете. Вот для верующих это неприлично и нехорошо. Об этом, конечно, можно говорить много. Я немножко говорил однажды на эту тему. Хотя я не все сказал. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фариши и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролитий крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуйте, что вы сыновья тех, которые избили пророков. То есть, они говорили что? Здесь интересное обращение, интересная речь. Они говорили так, что если бы мы были на месте наших отцов, то мы не избили бы пророков. А Христос ему говорит, этими словами вы сказали, что вы дети ваших отцов, которые избили, а яблоко от яблока недалеко падает. Вы поняли, как здесь получилось? Они хвалились тем, что мы дети, мы бы не избили пророков. Но когда Христос увидел их неправду внутри, то он видел, что они то же самое сделали бы. И он то, что они признали, что они потомки тех, которые избили, говорит, вы же одно семя. Они хотели этим себя возмели жить, а Иисус нашел, что вы же один род. Вы такие же самые.